Суровый веб, тот самый подкаст от его дизайн из Челябинска. 10 способов пробить креативный блок. GitLab бойкотирует Россию и Китай. Как оградить детей от технологий? Как оградить детей от Пагна-Али. О, теперь хорошо. Мы просто с 15-го раза это записали, поэтому наконец-то мы прервались к вам. Всем привет, с вами подкаст Суровый веб. Тот самый, как уже Никита вам и сказал. Выпуск номер 215. И сегодня 5 ноября в Челябинске. Меня зовут Александр Генчуров. Здорово, меня зовут Никита Хэллоуинов. Как прошло ваш Трико Трит? Интересно послушать в комментариях. Да, кстати, кто пишет в премьере, не пишет, смотрит в премьере, напишите нам в премьерный чат плюсик. Просто хочется увидеть сейчас волну плюсиков такую, знаешь, как на футболе. Волна рук, только тут волна плюсиков. Сейчас у всех лаг разных, и все будут с разной интенсивностью писать плюсики. Скобочек, два плюсика сейчас напишите, я и еще кто-нибудь один, и все. Да, было бы кто-нибудь, вот именно. У нас с тобой, значит, есть всякие горячие новости для начала. Ну, подожди, давай так. Самая горячая новость для начала, это что если вы тот самый горячий парень, или не только парень, можете написать нам на work.sobaka.ru, потому что горячие вы от того, что вам ляжку жгут бабки, и вы хотите вложить их как-нибудь по-умному. Вот, и по-умному вложить, это означает купить интеграцию, прерол, или как-то по-другому с нами посотрудничать, поэтому пишите work.sobaka.euwapdesign.ru Я бы это назвал ewebdesign, капитализм, погнали. Хорошо, да, хорошо, не избито, мне даже понравилось как-то. Так, ну что? А вторая горячая? А вторую горячую я предлагаю перенести на там, где мы будем обучать детей правильно пользоваться, и мы там же про нее, наверное, и скажем, как считаешь? Главное, я за, только главное не забыть данную ситуацию. Нет, я точно не забуду, просто главное не потерять наших людей, сейчас-то еще все слушают, так что заходите к нам на Reddit, там можно и темки предлагать, и все остальное, а подробности будут через четыре темки. Нормально, хорошо сказал, зашел. Давайте четыре темки и расскажем. Так, ну давай, я первый. Компания GitLab из-за политики прекращает набор инженеров из России и Китая. Это одна из наших громких тем, она действительно как-то, как из души окатила нас. На хабре написали чуваки с компанией Flant, не знаю, зачем я это сказал, неважно. Просто какие-то девопсы нам написали, потому что они, видимо, обновляли у себя GitLab в окружении, и поняли, что что-то как-то не обновляется. Но вообще нет, здесь дело в том, очень можно много спекулировать на этой теме, она не так страшна, как кажется, хотя, конечно, это в любом случае полное говно. Две недели назад в публичном трекере компании GitLab, то есть на gitlab.com слышь GitLab практически вот так вот, стоящий за популярным одноимённым аппаратом с решением для разработчиков DevOps инженеров, появился issue под названием Work in progress – блокировка инженерных должностей по стране проживания. И сегодня о нём стало известно широкой общественности, и это событие вызвало огромный резонанс в англоязычном интернете. Казалось бы, при чём здесь англоязычный интернет и блокировка по стране проживания? Спойлер, в странах проживания – Россия и Китай. Но просто реально, ну, как бы, левые чуваки в Америке и так далее, они возмутились, что типа это полное говно и какой-то там нацизм и так далее. Но давай перейдём к делу. В принципе, логично. Да. В чём суть? Суть в том, что чуваки из GitLab, директора, сказали, блин, учитывая вообще всю политическую как бы составляющую и так далее, вот все те сотрудники, которые имеют доступ к данным клиентов наших, ну, то есть кто-то покупает Enterprise на GitLab, хостится на GitLab.com, и инженеры, которые работают с чужими захостинами решениями, будь то инженеры поддержки или инженеры, которые пишут сам, собственно, GitLab.com, вот, если они проживают в России или в Китае, их отстранить от работы. И, соответственно, не давать… То есть чуваки, которые работают, даже их уволят? Да. И суть в чём? Ну, я так понимаю, им предложат релокацию или что-то типа того. Ну, короче говоря, те, кто работают… А, они просто находиться там не могут. Да, они не могут там находиться. И фактически… То есть не то, чтобы они там, ну, тебе в паспорт будут заглядывать. Вот. Но, в общем и в целом, это именно… Что, типа, знаешь, пока ты сидишь в Китае или в России, тебя оглушают и получают доступ к sensitive information. А вот никому на территории этих государств не должно быть доступа к sensitive information. Или просто ты сам, будучи в Китае или в России, работаешь на спецслужбы этих стран и сливаешь инфу. Как будто ты сидишь в Австрии, ты не можешь работать на китайские спецслужбы и сливать инфу. Ну, вот. Короче говоря, в этом суть. И они пытаются там рассуждать, как это технически реализовать. Ну, то есть… То есть это нужно же как-то заставлять, знаешь, всех сидеть через какой-то корпоративный VPN и фильтровать, и не давать подключаться, если ты из Китая или из России. И еще у тебя сразу в отдел кадров идет заявление от тебя, подписанное уже. Ну, то есть это достаточно сложно реализовать технически. Вот. Но мы не будем сейчас решать с тобой эту проблему за GitLab, как они это реализуют технически. Вот. Самое главное, что текущим членам команды не позволено переезжать в такие страны. Вот. Ну, то есть если ты поехал на отдых, например, в Китай, отдохнуть с семьей, то ты уже поработать удаленно не сможешь. Там я чуть-чуть пару задач и двину, нет. Слушай, я думаю, что даже и в отпуск, если ты спалишься, то будут не очень довольны. Будут проблемы. Могут быть проблемы. Хотя в Китае это достаточно туристическое. Ну, ладно, с Россией я понимаю, ну, там, мало ли, приехал, ну, в Москву приехал максимум. Но в Китае это туристическое такое место съездить, побалдеть. И я не знаю, как американцы на самом деле относятся к этому, но мне кажется, что обычная такая тема... Хотя, возможно, я сейчас это говорю, а на границе с Китаем там смотрят тебе в зубки, и если ты американец, тебя просто не пускают. Потому что я поверю в это. Там же очень строгая в Китае проход через таможню. Там если у тебя условно борода, а в паспорте не борода, как у меня часто бывает, то там будешь доказывать, что ты еще не... А, еще ездил в какую-нибудь Турцию. То есть там это серьезно, очень сильно. Ну, ты с Израилем-то не путай, причем Турция и Китай, но я понял. Я серьезно тебе говорю, не путаю. Ну, в смысле, в Турции это же, ну, это не... Ну, у Китая, я так понимаю, считается, что Турция это все-таки другой веры государства, соответственно, вот они проверяют. Точно из-за веры, а не из-за НАТО? Из-за того, что Турция в НАТО там... Слушай, вот ты сейчас мне сказал, да, скорее всего, и то, и другое, но, возможно, из-за НАТО, да? Ну, короче, я не в курсе, я не ездил туда, не бывал, не знаю, как это бывает. Причем не туда, не туда. Вот именно. Поэтому мне как бы это далеко, вот. Но самое главное, что еще и не делают джобоферы тем, кто живет в этих странах. То есть теперь удаленно строиться в GitLab, будучи в Китае или в России, ты не можешь. Кстати, забегая вперед, у них ноль людей сейчас из Китая и из России. То есть они говорят, к счастью, нам, типа, не пришлось никого увольнять фактически. То есть это распространяется только на будущих, так сказать, этих... Ну, может быть, да, может, их уволили. Они сразу быстренько их слили, да, типа, извините, вы нам не подходите. Ну, короче говоря, примечательно не столько сама, ну, новость и сама вот эта хрень, вот, сколько реакция. А реакция очень, как бы, прикольная. Я перешел просто на оригинал. Я тебе в телегу его скину. Сек. Давай. Я просто вижу, здесь чувак сделал скрины, как по эмодзи чуваки голосовали. Ну, это-то понятно. Вот то, что я тебе скинул, там уже более обновленное. Там уже намного больше разных эмодзи. Я из России смогу зайти на этот сайт? У меня не было проблем. У меня тоже, кстати, нет проблем, да. Вот. Обрати внимание на количество эмодзи. В общем, в среднем, если всю тональность, так сказать, посмотреть, то негативных отзывов больше, чем позитивных. Хотя позитивные тоже есть. Есть сердечки. Есть... Мне интересно, кто позитивно голосует. То есть, есть реально люди, которые против русских китайцев. То есть, ты можешь нажать, так сказать, и увидеть. Можешь даже увидеть этих людей. Причем, я тебе больше скажу, если ты наведешь на палец вниз, там иероглифы сразу. Ну, первый, да, это иероглиф. Вот. Ну, я что могу сказать? Во-первых, мне нравится, что здесь есть толчок. Просто вот за толчок ты проголосовал. Да, здесь есть... И просто кучка говна. Тоже есть такое. Да. Есть две полицейских машины. Типа полицейское государство. Вот. Есть, в принципе, 56 тракторов. Это... Каблучок есть. Видимо, заводит трактор кто-то. Каблучок, кстати, прикольный. Не подумал. Слон почему-то идёт. Да, есть всякие. Обрати внимание на флаги. 207 российских флагов. 113. 113 украинских. Хотя казалось бы... Я чувствую, что, кстати, украинские... Это, скорее всего, пальцы вверх, чем вниз, как бы, но ладно. Это за. 113 из них пальцы вверх поставили. Я тебя понял. 37 белорусских флагов, а китайских всего 22. То есть, фактически, китайцы, они либо все просто палец вниз поставили, иероглифы, вот. Чтобы, так сказать, не афишировать. Ну, короче, ты видишь, да? Либо китайцы вообще не прикасаются к GitLab. Я поверю в это, что это вообще забаненный ресурс, на самом деле, GitLab из Китая. Спокойно поверю. И, скорее всего, никто там о работе особо не мечтает. Особенно теперь. Более теперь, да. Четыре звезды пяти-шестиконечных есть. Да, да, я тоже это видел. Вот. Но они везде есть, так скажем. Нос есть один. Тут дальше... Нос. Нос, это смешно. Дальше есть другие комментарии людей, и там в основном тоже всякие пальцы вниз, типа что... Жопы горят. Да, да, да. И там есть русские прям комментарии. Там же чуваки прорыли, что типа, я думаю, что идея исходит от Дмитрия Запорожца, который CTO GitLab, а он именно украинец. Ну, он пролоббировал, ты имеешь в виду. Да, да, да. Не я имею в виду, это Роман Ти имеют в виду. И он пишет, что скорее всего, типа, это месть русским за вот этот конфликт на востоке Украины. Вот. И типа, что они прорвели, что Дмитрий Запорожец, он Ruby-девелопер, GitLab co-founder. Вот. Я, в принципе, во всё поверю. Я во всё поверю, но в это я, конечно, поверю меньше, чем просто... Сейчас же всё вот эта тенденция к тому, что минус Россия, минус Китай. Причём, я напоминаю, что я же смотрел... Я смотрел какой-то фильм 2015-го, но не какой-то, смотрел фильм прибытия 2015-го или 2016-го года, и Россия уже не фигурировала как главный оппонент США. И поэтому то, что здесь вообще Россию включили, это нас ещё почитают. Это ещё спасибо, надо сказать, потому что скоро только один Китай будет включать, а нас будут в домен Китая включать внутрь. И нас как бы вместе с ними будут банить, но говорить только China. Смешно. Ну, может быть. Тут, кстати, уже вот с тех пор, как я смотрел, здесь уже почистили комментарии. Вот. Здесь вместо некоторых комментариев написано, что оно было забанено по причине троллинга, инсалтинг, деропок, комментарии. Ну, там химилиэйшн полный. А там было именно написано, типа, вы там грёбаные нацисты там и так далее. И там смешно, что там Леонид Леонидович написал, что типа вы грёбаные нацисты. Ему там именно всякие хлопочки вверх, там туда-сюда. Ну, там как бы кучки говна тоже есть, но тем не менее. Вот. И его спрос спрашивает, do you work for the GRU? Why we need use GitLab? Короче, тут, в принципе, если почитать всё вот это говно, тут много рофлов. И в основном, если 80% всего посмотреть, то тут как бы их шеймят. Типа, ну как так? Это полное говно, там туда-сюда. Короче, окей. Они не понимают, что люди, которые хотят навредить GitLab'у, могут находиться в любой стране и быть приверженцами России и Китая. Я не понимаю, почему они вот... Ровно поэтому, ровно поэтому и все и форсят, что типа, блин, полное говно, потому что... Ну, то есть, форсят, что это, скорее всего, политическое решение, просто, ну, надуманное кем-то и как-то, потому что фактически это изменение ничем не поможет вообще. То есть, если будут какие-то злоумышленники, которые хотят навредить GitLab'у, они за... Как это называется? Забыл. Завербуют людей там из Австрии, из Франции, там, из Код-де-Вуара какого-нибудь там. Ну, это просто смешно обсуждать даже. Да ты из той же Америки. Ну, чё? Код-де-Вуара. Может быть, имеется в виду, что будет палево, что ты из России... Вот, например, я типа русский, работаю в Америке. Ну, допустим, я переехал в Америку, живу там, работаю и устраиваюсь в GitLab. И такие смотрят, ага, а он раньше в России, он родился в России, всё такое. Я не думаю, что тут так настолько будут смотреть. Я думаю, они будут смотреть... Слушай, мне кажется, они уже будут смотреть такое. Даже такое будут смотреть, потому что вот этот, это ещё более палево. Тогда они грёбаные нацисты, понимаешь? Я верю и в это, потому что это не очень красиво выглядит, супер. Причём GitLab был всегда на хорошем счету. То есть GitHub скатился в какой-то момент, я помню, и все его перестали, потому что они там под Microsoft легли и так далее. Там началось вот это вот. А GitLab был всегда классным. И теперь вот после вот такой... Да, именно на него все и перешли в тот момент. Всякие open-source штуки и так далее. Да, после такой новости... Ну, не все, но некоторые. Да-да-да. Я не знаю, короче, это вот сейчас... Мне кажется, это подстроили GitHub просто. Они подкинули, такие, а давайте в Россию, Китай не будет. Они говорят, а давайте, короче. И все сразу сейчас к GitHub уйдут обратно, потому что это просто тупо бабки. Ну, согласен, да. Я говорю, это выглядит как какая-то просто постанова с какой бы то ни было стороны, потому что, ну, блин... В общем, ничего не было. Мне интересно услышать наших зрителей и слушателей, потому что вот мы с тобой сейчас это говорим. Может быть, мы вообще смотрим плоско на мир, как русские и китайцы, два с тобой, русских и китайцы. Вдруг у нас же, ну, разные космополиты различные в комментариях есть. Может быть, кто-то написал, так и надо этим русским там и так далее, или там, ну, что-нибудь такое. Или, да у меня, я когда работал в GitLab, клавиатуру вырвал Путин сам лично и написал плохое слово прям на главной GitLab. То есть, вот хочется узнать все-таки, то есть, это влияет или не влияет? Как вы считаете, вообще, территориальное нахождение программиста? Ну, да, хорошо, допустим, а если он находится в очень сильно горячей точке? Например, чувак сидит реально где-нибудь в Ираке, в Иране, в Сирии, например. То есть, насколько... Я на самом деле, мы сейчас с тобой это разбираем про GitLab, а ты посмотришь, и из Сирии, например, ты вообще, наверное, никуда не сможешь зайти. Просто зайти даже не сможешь ни на какой садь. Не то, что там работать, работу найти. Из Сирии, может, и смогу, из Ирана действительно... Или из Крыма. Из Крыма тоже не сможешь, потому что из Крыма там... Они там обходятся. Да-да-да-да-да. У них, в принципе, VPN-овая жизнь, потому что у меня сейчас есть под моим, так сказать... А, уже нету. Был. Был у меня сотрудник из Крыма. И у него просто он даже в Zoom не мог... Никуда вообще не мог зайти без VPN, просто обычного VPN, не корпоративного, а любого. Хотя, казалось бы, то есть, типа, виноват ли ты в том, что ты живешь... Ну, короче, это опять вопросы границ, которые, знаешь, типа, ну, не знаю, короче... Они как-то... Они почему-то стоят наперед, впереди, чем жизнь людей, типа, и это, ну, классическая тема. Я не знаю, насколько, опять же, как наши слушатели и зрители думают. Понятно, что мы тут больше приверженцы из-за того, что это Россия. Если, возможно, ограничивали... Если бы у нас был GitLab в нашей стране, и мы бы USA чуваков порезали... Ну, не в смысле порезали в реальной жизни, а в смысле не принимали бы их на работу, то, возможно, мы бы с тобой по-другому рассуждались. И я такие, блин, наконец-то чуваков из Штатов. Не будут набирать вообще классно. Потому что they took our jobs и все такое и прочее. О, да-да-да-да. Возможно, это от Трампа сверху поступило, чтобы... Они же хотели make America great again. Они вот надо своим давать работу, а не... Так это сейчас выяснится, что GitLab — это австралийская какая-нибудь компания, и Трамп тут вообще ни при чем. Что это... Да. Или там одни индусы работают уже давно и не парятся абсолютно. Ну, в общем, посмотрим. Я, кстати, захотел загуглить про GitLab. Загугли. И мне теперь даже интересно. Ну, как мы выяснили, CTO у них с Украины, поэтому... Автор Дмитрий Запорожец без приколов. Вот это автор GitLab и Валерий Сизов. Это автор GitLab. Продукт был написан Валерием Сизовым из Украины. Руководящий офис и генеральный директор Сице Сайбрандей находится в Сан-Франциско. То есть, тут как бы реально... Ну, то есть, это уже без приколов. Тут Дмитрий Запорожец, владелец компании, попал в тридцатку списка Forbes. Тут все уже. В России 2019-го запрет для работников иметь постоянное место проживания в странах, которыми отнесли Россию и Китай. Ну, короче... Я не знаю, связано ли это все-таки с... Да, конечно, связано. Ну, что-то сейчас уже мне становится более очевидно, что связано, то есть... Вот именно. Что-то как-то... Просто мне интересно, почему только сейчас тогда? Ну, слушай, я не знаю. Может быть, что-то не устроило в какой-то момент кого-то. Ну, в общем, вот, да. Теперь, когда мы прорыли, я тоже еще больше поверил, что вполне возможно. То есть, ну... Ну, ладно, хорошо, нормально. Пойдем дальше, к следующей темке. Следующая темка у нас про Microsoft, кстати говоря. Мы от GitLab в Microsoft переходим как бы к GitHub. Такое чувство, что мы пиарим GitHub. Так вот, эксперимент Microsoft по сокращению рабочей недели до 4 дней привел к повышению продуктивности на 40%. Мы с тобой не так давно, кстати говоря... Что-то не так давно... Не мы с тобой, возможно, не так давно, но где-то твоя мысль проскальзывала в каком-то из чатиков, где я мог читать в Телеграме. Не я, а мой друг, естественно, в Телеграме читает. И он мне передавал, что твой друг пишет твои мысли про то, что сокращение рабочего дня – это фигня полная. Фигня полная. Возможно, даже грубее твой друг говорил. Да, да, мой друг грубее говорил. Вот, и мы сейчас с тобой разберем, как Microsoft 4 дня сделали, и потом посмотрим, фигня полная или не фигня. Короче говоря, есть такая страна Япония, и в ней есть Microsoft Office, и вот они в этом офисе решили разочек, в натуре устроить 4-дневочку. Причем не то, что на full-time job, а реально на какой-то период, просто на какое-то время, на месяц или на сезон. Но давай немножко предысторию. Вообще Япония считается по уровню удовлетворенности своей работой, то есть опрос у людей прошел, и Япония, она на самом худшем результате в мире. То есть я не знаю, как там, опять же, в Кот-де-Вуаре твоем любимом. Вот я тоже хотел иметь их вспомнить сейчас. Но мы говорим о, все-таки, видимо, о белых воротничках минимум, не говорим про тех, кто камни все еще для пирамид носит, а мы говорим про людей, которые хотя бы компьютер видели, держали. Вот про вот этих вот. И там худшие результаты показывает Япония, то есть 6,1 балла. Я не знаю, это из ста или из скольки, но для сравнения у России 6,8. У США 7,7, и даже у Китая 7,1, хотя там-то, я думаю, достаточно жестко все с работой, в Японии самое низкое получается. И вообще, на самом деле, здесь вот написано в статье, у меня, честно, я где-то читал другое. Здесь в статье написано, что чуваков на работах в Японии прессуют жестко по традициям каким-то японским, внутренним традициям, я не знаю, каким-то перфекционистским традициям. Вообще японцы, они супертрудоголики, и они, как здесь написано, они вот, например, не уходят раньше, чем начальник. То есть это зашкварно, если твой начальник все еще сидит, и ты ушел. Так типа быть не должно, поэтому начальник, а начальники сидят до талла. И, ну, иметь в виду, вот ты лид, например, и твои чуваки бы уходили, такие, о, это было бы вообще, это было бы плохо, прям, если бы они уходили раньше тебя. А ты сидишь в свое удовольствие, пашешь там, короче, может быть, даже и не пашешь уже. Вот, а они сидят с тобой вместе. Или, например, в основном почитается, что после работы ты не просто домой пошел, а вот рабочее время закончилось, ты еще пошел со своими коллегами дальше некие митинги проводить там в баре, условно, или в какой-нибудь там развлекательной теме, там на PlayStation играть, опять же. Но со своими коллегами, тимбилдинг у тебя должен быть. То есть здесь написано, что у японцев считается, что их прям, ну, бичами стягают капиталисты, и они, значит, упахиваются очень сильно, и прям жалуются на работу. Я слышал другое мнение, что они сами по себе такие трудоголичи, и их, наоборот, оттаскивают за уши от работы, а они не могут вот никак просто не работать, им типа прет их, и, короче, они даже настолько зарабатываются, что там, ну, самоубийства классические, депрессии и так далее. То есть я вот читал, что они сами хотят, не то, что их там прям, ну, сидят, пока начальник не уйдет, они сами хотят сидеть, как и начальник. То есть они все вместе там сидят, потому что у них вот, ну, жизнь не представляет, видимо, без работы, я не знаю. То есть тут не знаю, кому точно верить, может быть и то, и то, где-то так, где-то сяк, но факт, если это фактом, что они, короче, упахиваются. Я не буду говорить, что они как русские там, или как русские, везде по-разному, опять же, работают, но я смею предположить, что они более трудоголики по менталитету, чем мы, чем люди, находящиеся в стране Раша, как Гитлаб любит нас отсоединять. Вот, я смею заметить. То есть все по-разному работают. Возможно, ты работаешь больше, чем среднестатистический японец. Возможно, я работаю меньше, чем среднестатистический Коди Варис, да? Но, короче, тут примерно, я думаю, в среднем японцы все-таки более трудоголики, чем мы. И на основе этого, на самом деле, я могу сделать вывод. Им сделали, короче, четырехдневку. Microsoft решили, типа, их освободить от пятого дня. То есть пятницу вообще сделали выходным полностью. И у них, получается, таких три выходных, holidays практически. И, значит, у них реально, типа, продуктивность выросла. Ну, кроме того, что тут траты на бумагу уменьшились. То есть, видимо, в туалеты перестали ходить в пятницу очень сильно. Траты там на то, на все. В общем, Microsoft сэкономила еще и на расходниках, но еще и продуктивность повысилась. Ну, кстати говоря, здесь написано, что продуктивность повысилась в основном из-за того, что перестали делать долгие митинги, тупые обсуждения и презентации, потому что, знаешь, у тебя четыре дня всего в неделю, и ты не будешь рассусоливать сидеть, ты знаешь, что тебе уже пора сделать, и как бы ты уже сегодня вторник, а в четверг мы уже заканчиваем работать. Поэтому, типа, вот это сократилось очень резко из-за четырех дней, и они, типа, вот еще продуктивнее стали работать. За четыре дня они больше выдают, видимо, чем за пять, раз производительность повысилась на сорок процентов, тридцать девять и девять. Вот. Здесь написано, что такие примеры тоже там делали чуваки, видимо, в Амазоне, судя по Джеффу Безосу и другие чуваки. Я просто хочу вывод, опять же. Мы подходим к тому, что вывод, то есть, у чуваков, типа, удалось сделать четыре дня, классно, круто, они, типа, продуктивнее стали и убрали пятницу. Я смею предположить, что если мы с тобой будем рассматривать на примере нашей страны, то боюсь, что у нас как раз четырехдневный рабочий день, четырехдневная рабочая неделя закончится, наоборот, плачевнее, и процент, наоборот, будет меньше, упадет скорее продуктивность. Я думаю, что, наоборот, как раз из-за того, что японцев хоть чуть-чуть стали выгонять домой по пятницам, ну, просто обязаловка, просто не работаешь. Я уверен, что они все равно приходят и полдня работают, но из-за того, что их выгоняют уже метлой, из-за этого они хотя бы чуть-чуть отдыхают и хотя бы чуть-чуть себя лучше чувствуют, и поэтому лучше работают вот эти четыре дня. У нас бы так в России, скорее всего, не было. У нас бы просто в понедельник ты раздупляешься, во вторник ты только что-то садишься за работу, среда уже предпоследний день, четверг, отдыхаем, потому что, ну, пятница, считай. Вот. У нас бы это, скорее всего, не сработало. Я не то, что говорю, что там русские плохие или кто-то плохой, но просто у нас менталитет долгого раскачивания, долго запрягаем, быстро едем, поэтому это реально так, я думаю, работает. У нас бы, если бы убрали, было бы ты просто за четыре дня на тебя бы так сели, было бы еще бы стрессовее, было бы еще бы тупее, ты бы еще больше тупил и разлагался, кто-то бы сильнее бы отдыхал, кто-то бы сильнее бы запаривался. Поэтому, как мне кажется, у нас, скорее, это хуже, чем лучше. Вот, это как бы мое мнение, мой подытог. Теперь интересно послушать вот не… вот другой взгляд, возможно. А может, возможно, такой же. Слушай, такой же взгляд абсолютно. Я, мне кажется, на 99% с тобой согласен, из кого 1% это то, что я уверен, что менталитет японцев сложился не просто так. Не может менталитет просто сложиться от того, что там, короче, я не знаю, там листики другие, или там небо другое, или вода. Слушай, скорее всего, им реально всовывали очень долго. И теперь у них такой менталитет. То же самое и у немцев. Они все там, ну, чистые, опрятные, там, пунктуальные и так далее. Ну, как бы не потому, что они так захотели. А потому, что, ну, как бы в Западной Европе очень жестко всем всовывали всегда. То есть Франция – это на секундочку то место, где трехэтажные гильотины изобрели. Как-то имя, что капиталисты оседлали их. Их давно уже. Давай так. Изначально феодалы их оседлали. Маленькие страны спрятаться было негде. Не будешь работать – казнят. Вспомни вообще в этом. Был такой факт из истории, уже мало кто помнит, в Англии. Я забыл, как это называлось. Короче говоря, там сначала сделали так, что какой-то, какие-то, вот я, короче, так вот помню, да, но вот не помню. Ну, а что за фондувай? Среди каких-то событий из деревень все перешли в города. Типа в деревнях стало меньше работок, это принудительная урбанизация. Сразу же после этого ввели закон, что тех, кто бродяжничает, то есть не работает, а там просто ходит на хранитах, их казнят. Вот. И это, короче говоря, по факту это превратилось тупо в геноцид. Там типа треть населения просто уничтожили из-за того, что их перевели в города, они, естественно, не успели еще найти работы, да и не смогли бы, потому что они привыкли коз спасти. А тут у тебя Лондон из-за капитала в Грейт-Бриттен, и там нет коз. Вот. И, короче говоря, ну, то есть это... Там Блэк Деккер такой. Вот. Смешно. Уже тогда были. Так вот. И, разумеется, ну, как бы много людей это не пережило, и это как бы факт исторический. То есть это не то, что там, знаешь, опять же, какие-то там советские историки придумали. Нет, это, в общем, признанный факт. Вот. Точно так же, как и во время Великой Французской революции, вот эти после этого всякие трехэтажные гильотины и так далее, когда там реально всех неверных тупо казнений, а убежать некуда, в отличие от России. У России такой менталитет, и в Японии, соответственно, еще больше. То есть я считаю, что вот эта хреновина, она напрямую связана с урбанизацией, обратная пропорциональная. Чем больше урбанизаций, тем более заброшенные люди. Тупо потому, что некуда убежать. Видишь, они же еще, ну то есть мы сейчас не то чтобы даже супердемагоги, но опять же признанный факт, что они достаточно американизированные чуваки, японцы, несмотря на то, что они с ними воевали в какой-то момент. И несмотря на то, что... После Второй мировой войны им кочергу всунули и заставили жить вот так. И как бы они, ну, стали жить так. Да, то есть из-за того, что они под американцами очень сильно, несмотря на это, вот они, возможно, просто это чуваки, которые делают для Америки, скажем так. А когда ты делаешь для Америки, ты уже обязан, считай. Вот. Опять же, мы с тобой можем сейчас здесь, ну, кто-то скажет, что мы там разводим какие-то, типа, короче, клюкву, только обратную клюкву, да? Но мне кажется, частично все-таки это так работает. То есть, когда ты, блин, ну, типа, условно на тебя насела какая-нибудь Америка с бабками, типа, давайте делайте условные Sony телеки, опять же, хорошие, то ты не можешь не делать Sony телеки хорошие. У тебя нет вариантов. Ты только делаешь их и все. Смотри, если бы вся Россия состояла только из Москвы, было бы то же самое, что в Москве сейчас люди впахивают очень много. И я считаю, это реально просто зависимость от урбанизации. Условные капиталисты или феодалы, или любые люди, которые эксплуатируют других людей, они всегда на тебя насядут. И всегда, если у тебя нету просто возможности уйти и пасти коз, опять же, условных, а в России есть такая возможность. В России у тебя целая страна, куда можно просто уехать и как бы жить на подножном корму и просто всем средний палец показать. Я понимаю, что сейчас это как бы сложно, но исторически на протяжении всей перспективы это было так, действительно. Ты просто берешь и уезжаешь, как бы, и все. А там некуда уехать, и тебе приходится жить по этим правилам, иначе тебя тупо убьют. Ну, как бы, в те времена, когда еще это было возможно. Сейчас, понятно, не убьют. Сейчас ты будешь просто с протянутой рукой и ты сам умырешь. Ну, сейчас нищим будешь, да. Да, просто нищим будешь. Даже, опять же, если ты будешь не нищим, а если ты будешь бедным, само социальное давление того, что есть богатые люди, а ты бедный, оно тебя будет точно так же высасывать, добивать и вгонять в депрессию. А чем больше урбанизированный город, тем больше ты будешь вокруг себя видеть неравенство. То есть ты условно идешь, у тебя Газпром-билдинг, и ты идешь в штанах, которым 6 лет. Как бы это на тебя будет больше давить, чем если ты идешь в этих же штанах, а вокруг ни хрена, степь. То есть тебя как бы это и не парит. Ты хотя бы в штанах, а тут-то как бы в Газпром-билдинге ты понимаешь, в каких там штанах люди. И мне кажется, вот это вот именно разница в достатке, вот это все, то, что это все так на виду, оно и подгоняет в том числе. И еще раз говорю, я думаю, если бы Россия состояла только из Москвы, цифры были бы плюс-минус такие же. Ну, там, да, ритм все-таки жизнью. Возможно, они там и пашут, как Япония, одна большая Москва. Вот именно. То есть реально я слышу, что в московских IT-компаниях можно ночевать. И там реально есть люди, которые ночуют просто и сразу с утра опять там работают. И я тебе уверяю, работодатели этому только рады. Я бы тоже был рад. Не поменяют никого. Вот именно. И то, что там Microsoft так сделали, ну, видимо, действительно, это экономически целесообразно. Может быть, у нас когда-нибудь к этому придут. Я просто вспоминаю то, что я написал в Телеграме, точнее, не я, а мой друг, а твой друг это видел. Там было именно про нынешнюю ситуацию, что то, что ты говоришь, если там введут четырехдневную рабочую неделю, это при условии, что соблюдается нормальное трудовое законодательство и при условии, что нету как бы правового беспредела в государстве. Может быть, да. Но у нас немного другие условия и у нас как бы, ну, все очень плохо в этом отношении. Поэтому. Ты имеешь в виду, скажут, что четырехдневная, а на самом деле в итоге все так же шесть дней работают. Во-первых, четырехдневная. Во-вторых, как ты и сказал, за эти четыре дня из тебя так выжмут, что ты будешь не рад вообще этому. Опять же, тебе вот тут нигде не указан вопрос, а заплатят ты им за четырехдневку столько же, сколько за пятидневку? Да, да. Это написано, что вообще ничего не сделали, только просто на 20% убрали количество рабочего дня. Ну, в нем они реально посчитали и это реально выгоднее. Потому что у нас, я уверен, что так не сделают. У нас, хотя у нас опять же, да, у нас составят может быть так же, но из-за того, что в общем в целом инфляция и полное говно, тебе этого все равно не будет хватать и ты оставшиеся три дня будешь на второй работе просто работать, и как бы вот ты в итоге работаешь уже не пять дней, а семь дней, а как бы в сущности ничего не изменилось. Поэтому, ну... Да, это немножко на самом деле кривая такая дорожка. Сравнивать, да, Японию и Россию вот в чистом виде сейчас вне отрыве от реалии, это, конечно, хреновая затея. Так не будет, так не бывает. Но вот конкретно для них, видимо, сработало и, ну... Но тем не менее... Может быть, для москвичей опять же тоже бы сработало. Вот если проводить эту параллель до конца, вполне возможно, что так и есть. Возможно. Но тем не менее, они же не сделали все равно навсегда по четыре дня. То есть, вот видишь, они вернули, там написано, что, типа... Возможно, когда-нибудь мы еще, типа, поэкспериментируем и сделаем снова четыре дня. Вернем. То есть, не то, что они... То есть, это не стопудовое. Нет. То есть, понимаешь, они это делают сезонно. И тут как бы тоже вопрос, опять же. Возможно, они такие... Ну, в принципе, работают лучше, но давай все равно пять дней. Они же японцы, они все равно там умрут на работе. Ну, вот да. Короче, тут тогда я вообще не знаю. Если это действительно, типа, выгодно и так далее, а какого хрена? Я не знаю. Я не знаю. Ну, наверное, у них есть какие-то дедлайновые сезоны, когда просто нельзя по четыре дня работать. Хотя, вроде, если это... Опять же, если увеличилась продуктивность, то, по идее, любой, ну, как бы, здравый смысл подсказывает. Окей, пойдем к нашей насущной еще одной темке, которая называется uobesign.ru slash smartape. Это я сейчас сказал вам ссылку... Да, я вам сейчас сказал ссылку реферальную абсолютно для хостинга, великолепного хостинга smartape. И мы ее каждый раз называем, и каждый раз вот кто-то еще остается один, кто не попробовал smartape. Вот по-любому вот кто-то один остался, кто еще вот все еще мечется, думает, да что там пацаны, ну, что они там, вот, что они там говорят? Нет, надо попробовать просто разок, потому что на словах как бы можно много чего сказать, а вот ты возьми uobesign.ru slash smartape и попробуй. И у тебя не только четырехдневная рабочая неделя будет, трехдневная будет рабочая неделя, потому что пацаны smartape за тебя еще один день проработают. Вот я только хотел сказать, что тут smartape работает 7 дней в неделю и почти 365 дней в году, то есть аптайм у них 99,8. Это достойная цифра для хостинга. Да. Даже не 99,8, а 99,908. 980. В общем, много. В общем, вам столько не снилось работать. Вот именно. Поэтому, чуваки, обязательно попробуйте. И мне просто, знаешь, нравится, что у них даже под такую вещь, как форумный движок в булетен хостинг официально оптимизирован. Представляешь? Да. Можно развернуть по old school. У тебя быстро будет работать. А что old school? Конкурент одной из крупных площадок, про которую ленту писал, самый главный, он был на булетене сделан. Это, собственно, одна из того, что его и погубило. Правда, с тех пор в булетен сделали патч для этого дела, но как бы тот бизнес уже загнулся окончательно. Так что это, в общем, не обязательно old school. Есть как бы существующие всякие штуки, которые на нем работают, и да. Ты имеешь в виду, с помощью багов можно и хорошие дела делать? Закрывать площадки с плохими веществами? Вот именно. Да, и такое бывает. Поэтому www.design.ru slash smarttape. Все ссылки есть, если что, в описании. Попробуйте просто, что вам стоит свой форум развернуть, просто как-то, ну... Ну, только они нормальные, с нормальными вещами. с каким-нибудь форумом аудиофилов каких-нибудь, что это такое. Форум телевизионофилов. Да, да, интересно посмотреть, почитать. Форум любителей кошечек хотя бы. Ну да, кисочек, да. Ладно, идем дальше. У нас статья с дряблого, да-да-да. 10 неожиданных способов пробудить в себе креативность, когда кажется, что ты выгорел. Хотелось, конечно, опять же, здесь просто 10 веществ перечислить, но здесь 10 неожиданных способов. А, неожиданных. Придется... Потому что, судя по картинке, чувак ожиданные какие-то выбирал способы. Вот, да. Короче говоря, смотри, много как бы есть случаев, когда вот чувак сидит, ну, здесь речь в основном о дизайнерах, но мы, я думаю, спокойно можем транспонировать на любую творческую профессию. Даже если это композитор или даже программист. С программистами, конечно, чуть-чуть по-другому, но неважно. Вот ты сидишь, и перед тобой белый лист, и ты не знаешь, с чего начать, как начать. Нет вдохновения вообще никакого. Вот. И вообще сложно, конечно, сейчас представить. Почти всегда есть какие-то референсы, почти всегда есть какое-то четкое ТЗ или какой-нибудь мокап накиданный. Но, как бы, тем не менее. Вот, если мы говорим о реально творческих профессиях, а не о тех, кто там из компонентов без обид, ребята, которые что-то из компонентов накидывают, но статья просто не про вас. Так вот, есть несколько способов, и о них, собственно, не нам, а дриблу заявили его пользователи дрибловские. Здесь, кстати, в этой же статье есть сразу на них ссылки. То есть, это такое, знаешь, статья, в которой мы еще и обмазываемся дряблыми вдруг, если нам это интересно. Так вот. Классно. Да. Первое – это примите душ. Первый совет, который нам дают… А, физический. Физический душ. Чтобы ты понимал, эти советы еще упорядочены по популярности. То есть, принять душ советовало больше всего людей. Вот просто спрашивали. Топ-1. Что еще? Да, топ-1. Топ-1. Офигеть. Я сразу вспомнил о том, что ты подписан на сабреддит Shower Thoughts. Вот. Видимо, это действительно какая-то тема. Хотя, опять же, что греха таить? Мне тоже очень много просветлений приходило в душе. Именно, знаешь, просто вот в том числе создать наш сабреддит, я и там это обдумывал. Ну, это же у нас же была такая тема, что если ты в душе, когда находишься, то ты супер защищен, из-за этого у тебя все отключается, башка именно не думает за твою защиту и начинает думать о чем-то великом. То есть, она прям уединяется одна. Ты еще там один на один, возможно, находишься. Я не знаю, смотря как вы принимаете душ. Вот. Хотя у меня душ вместе с толчком, ты можешь находиться не один с кем-то. Но, в общем-то, да, скорее всего, ты себя защищенно абсолютно чувствуешь и можешь посвятить свои мысли творчеству. Ну, вот, блин, это объясняет. Я немного не помню такую тему, но здесь тоже чувак акцентирует на том, что душ должен быть теплый, а на теплом душе ты как бы больше защиту чувствуешь, потому что, ну, реально, ты как под одеялом или там просто как минимум, ты в какой-то комнате, в которой тепло, хорошо, и ты знаешь, что тебе ничего не угрожает. То есть, в таком... Да. Да. Ну, это да, это интересно. Подожди, но и типа, и типа тебе придет что-то именно в душе, или ты просто можешь помыться, выйти и тебе придет? То есть, в какой момент тебе будет приходить? Или выйдет из тебя в душе? Здесь и то, и другое пишет, что, во-первых, в душе приходит, во-вторых, тут, ну, есть прям красиво написано, что вот ты ступил чистой ногой, типа, из души, и хоп, и тебе пришло просто что-то в голову. Вот. То есть, ну, на самом деле, следующий, второй пункт, это делать какие-то, ну, такие нудные вещи, вот, типа там мыть посуду, рутинные какие-то штуки, тоже приходят. Здесь, если во время душа приходит, то, скорее всего, это именно, ну, безопасность плюс рутинные вещи. А если как только ты вышел из душа, то, мне кажется, это, знаешь, просто, ну, нейронные связи образовались, ты принял душ, вот тебя в холод обратно кинуло, и хоп, и просто инсайд произошел, синапс новый образовался между двумя другими нейронами, и тупо что-то произошло. Так, ну, классно. Ну, то есть, это работает с тем, что если я посуду помыл, ну, точнее, мою посуду, и в момент мытья посуды мне приходит. Да, это второй пункт, мы к нему переходим. Некоторые из самых лучших идей приходят просто из ниоткуда в тот момент, когда ты не стрессуешь. А не стрессуешь ты, когда у тебя просто мозг увлечен какой-то, ну, рутинной задачей, которую ты прям вот делаешь на автомате, и в остальном ты хоп, и можешь что-то как-то. На меня работает тоже. Вот и тушь, я подтверждаю прям на 100%, и мытье посуды. Ну, или, знаешь, поливка цветов. Я тоже, у меня в квартире очень много цветов, вот, их достаточно долго надо поливать, то есть, это не трехминутное, не пяти, не десятиминутное дело, это надо ходить. У меня отдельная большая бутылка с помпой, там, просто отстоянная вода во всяких пятилитровках, то есть, ну, это надо ходить, набирать, проходиться там по всем горшкам, на шкафы там и так далее. Я пока это хожу и делаю, я на полном серьезе тоже как бы отвлекаюсь, и в общем и в целом какие-то идеи приходят. Я, знаешь, я тебе хотел сказать, кстати, это вообще прикольная тема про цветы. Это можно как, я сейчас сделаю метафору с напитками, с коктейлями. Вот есть шорт, шорты, шотыча, чисто просто бухнуть, а есть лонгдринки, да, и вот у тебя твои цветы, количество твоих цветов и поливание, это такой лонгдринк, и ты за то время, пока ты пошел поливать цветы, ты за вот эту долгую сессию поливания цветов, тебе, во-первых, что-то придет, ты как бы, короче, походишь, побродишь, у тебя будут какие-то процессы происходить. У меня, в отличие от тебя, цветов 5 штук, вот 5, ровно 5 штук цветов, и чтобы их полить, я причем их поливаю раз в неделю, то есть они супер нетребовательные вообще к воде, в скобочках загнулись все, вот, но у меня это шот, и у меня он как у дробовика перезарядка, то есть я просто говорю себе, сейчас я иду поливать, я, несмотря, вот у меня когда приходит эта идея, то есть я просто знаю, что вот раз в неделю я должен пойти полить, я встаю, иду поливать, и у меня как перезарядка дробовика, то есть я просто перезаряжаюсь, у меня не успевают какие-то там творческие мысли, может быть, приходить, но у меня просто именно, это как перезагрузиться, просто компьютер перезагрузить реально, вот я так же просто хоп, и ты садишься обратно за работу, условно говоря, вообще другим человеком, просто, потому что ты не с хрена встал, и сделал какую-то, знаешь, первобытную вещь, просто взял воду, налил в землю, вот, это тоже работает, то есть, это, кстати, может быть кто-то, если, знаешь, типа сидит сейчас в голой комнате, абсолютно белой, как у меня, но без цветов, это тоже прикол, поставить, знаешь, несколько себе кактусов, которые надо будет перезагружать иногда, как я вот, башку, или, например, наоборот, много себе сделать оранжерею, и ходить, и творчески поливать их долго, то есть это, да, это прикольно. Ну вот, мне еще, если вспоминать, наше с тобой похождение в Штатах, мы там работали в отеле, и мне тоже, вот, та работа, она меня прям супер до святос нравилась, потому что она была как раз такая рутинная, я хоп, плеер в уши, и как бы погнал, и пока я это вот ходил, перекладывал, что-то делал, убирал, мне тоже много всяких разных идей в голову ушло, то есть мы как раз первые блоги начинали там писать, и вообще первая вот такая какая-то блоговая деятельность, она мне пришла именно из-за вот этих вот, вот этих... Ну там, знаешь, там даже так, там даже так вот во время уборки номера отеля так отрубаешься, или вообще бывает вот иногда так отрубишься дома, что если к тебе кто-то сзади подойдет, и там что-нибудь тебе резко скажет, или тебе там по плечу похлопают, опять же, то можно испугаться, то есть ты настолько вылетаешь вообще в другие какие-то меры абсолютно, что можно, как говорит мама, так и останешься. Вот, короче. Мне, кстати, я хочу тоже расцветать вопрос по дням, мне вообще это стыдно признавать, но у меня такая тема постоянно, постоянно, вот я просто, я хожу по улицам, ты знаешь, я всегда в наушниках, вот, и я, когда захожу в подъезд, я всегда в наушниках, когда выхожу из подъезда, я тоже уже в наушниках, и я постоянно пересираюсь, если я открываю дверь, и кто-то стоит и тоже заходит в подъезд, или выходит. Да, да, я без наушников даже пересираюсь, то есть в наушниках, ладно, ты вообще не понимаешь, ну, не находишься как бы здесь, потому что ты не слышишь ничего. Ну, я-то без наушников даже пересерываюсь. Ты просто... Потому что, мне кажется, когда ты по подъезду идешь, это настолько рутинная тема идти по подъезду, у тебя башка вообще не думает. Ты уже не думаешь, что ты где-то там... У тебя башка не думает про подъезд. Да, когда ты последний раз думал про подъезд. Ну, то есть, это вообще... И ты уже, короче, и когда тебя кто-то, вот опять же, какая-то резкая встреча или кто-то тебе что-то начинает говорить, это просто ты такой... Что я? Я что, здесь живу, оказывается? Я вообще там... Я уже дома был реально. или на улице был. Вот, да. И у меня такое постоянно и в подъезде, и в лифте тоже. Я вызываю лифт, я как бы... Я же не слышу, что не мое нажатие вызвало лифт, а он уже ехал на первый этаж, и открывается дверь, и я думаю, что сейчас я, ну, зайду, я начинаю идти, там человек, я просто... Ну и все. Это, конечно... И ты со штанами мокрыми домой не чувствуешь. У меня, к счастью, это только в наушниках. То есть, без наушников пока такого еще не было, но, видимо, мне еще есть куда идти. Вот просто я без наушников не хожу. Возможно, без наушников было бы то же самое. Вот именно, ты походи. Я-то, понимаешь, я не хожу без... Я не хожу с наушниками, поэтому я сам себя уже заставляю отключаться. То есть, я, естественно, не вникаю постоянно, 100%, если выхожу из дома вообще. Ну, конечно. Соответственно, да. Ты, соответственно, тоже отрубаешься, и так и идешь. Я бывает... Просто себя забываю. То есть, я вообще же хожу вообще без наушников. Вот я, например, иду от себя от дома до родника, например. Ну, сейчас вообще неважно абсолютно это. То есть, по парку иду. И я себя ловлю на мысли, что я последние 10 минут вообще не понял, как я шел. То есть, я вырубился и что-то про свое думал, и я уже здесь. То есть, это реально без наушников это по-другому немножко работает. Вот. А так, ты, допустим, послушал в этот момент там три трека, и, возможно, в них вник, а не в них в дорогу. Ну, вот именно. Особенно учитывая, как я, ну, я вдумчиво слушаю музыку, по крайней мере, стараюсь это делать. Вот. У меня, конечно... Кстати, ну, давай, мы вот сейчас, я прочитаю эти 10, которые здесь есть, и потом я скажу еще свой топ, так скажем, таких вещей, хотя душ и рутинные вещи, они тоже в этом топе. Третье – смотреть на людей. Просто, говорит, выйдите, сядьте на лавочку, смотрите на людей. Только, говорит, не как извращенец, а именно просто, ну, как бы так, бегло смотреть, что там, как. Ну, опять же, это, это, в общем, что-то типа близкое к рутинным делам, на мой взгляд. То есть это, это выйти, просто помедитировать, и все. Ну, по факту, я бы это даже и назвал выйти и подышать свежим воздухом. Во всех смыслах этого слова. Я думаю, даже приток свежего воздуха и нахождение на солнце – это и то больше буст, чем то, что ты смотришь на людей. Если ты так же сядешь на лавочку где-нибудь в парке Сокольники, будешь смотреть на пруд, я думаю, это даст ровно такой же эффект, как и если ты на манежке сядешь и будешь смотреть, кто выходит из метро охотного ряда. Как бы, ну, я думаю, это плюс-минус одинаково будет. Ну да, потому что мне, на самом деле, я-то вот очень часто на людей смотрю. То есть я как раз не любитель сидеть просто на улице. Я, когда иду, я очень сильно, я знаю, что люди в 90% случаев, не знаю, может быть, это только в Челябинске так, но на самом деле нет, я в других городах то же самое. Никто друг на друга вообще не смотрит. То есть я иду, и люди не смотрят на других людей. То есть в основном шанс того, что я встречусь с кем-то глазами практически, ну, минимальная. Поэтому я иду, смотрю в лица людей полностью. И еще при этом у меня не очень хорошее зрение, я просто смотрю на размытые портреты такие как бы по Ван Гогу уже. Без ушей они еще идут все. Вот. И короче, но... Да, я тоже очень много смотрю на людей, и они не ожидают этого. Они не ожидают. Это можно прикольных реакций так наловить. Вот да. Люди, короче, они сильно в своих коконах находятся, и они смотрят там в пол, в бок куда-то. То есть там у них свои какие-то миры происходят. Вот. Они, возможно, там тоже творят, перезагружаются. Идут после четырехдневной недели домой. Скорее всего, да. Тебе Виталий Леницкий передает привет. Он мне сейчас просто написал о том, что он там очередным людям скинул наш подкаст. Я ему сказал, что мы сейчас пишем, и он сказал, чтобы я тебе привет передал. А, ну, ему тоже. С учетом того, сколько раз он меня много консультировал по звуку, по звукозаписи и так далее, я готов прям прервать, так сказать, нашу беседу и передать его привет. Четвертый пункт – вздремнуть. Ну, как бы достаточно... Я думал, вздремнуть будет. Не, ну тут, видишь, дама предлагает, поэтому как бы... Ну, допустим. А вот. Ну, тут все говорит само за себя. Тупо, опять же, просто перезагрузился больше даже, чем от кактусов, и вдруг тебе что-то в голову пришло, опять же, мозг чуть-чуть отдохнул, какая-то связь образовалась там и так далее. Слушай, ну пока, знаешь, нам на вопрос, как мне поработать... Ну, что такое реализовать идею? Как мне поработать? На вопрос, как мне поработать, как отдохнуть предлагают пока что. Ну да, надо не работать. Вот так тебе отвечают. Вот. Сейчас посмотрим дальше, чтобы ты понимал, десятый пункт все-таки будет такой. Короче, я примерно так и ожидал. Пятое – зумаут. Это вылететь из себя, причем в прямом смысле этого слова, тупо отойти от листочка, который перед тобой белый лежит. Взглянуть на него издалека и, возможно, опять же, тебе... Ты просто увидел это в маленьком, так сказать, размере, и тебе тупо пришла сразу идея за секунду. И да, и ты такой, а, точно, можно же нарисовать мелкое говно какое-нибудь. А, то есть именно отдалиться просто, чуть-чуть отдалиться. Физически отойти от стола, посмотреть на это со стороны, и вдруг тебе тоже может осенить как-то и прийти. Тоже такая микроперезагрузочка. Просто, ну, ты как бы засиделся, ты когда отринул и увидел в другом масштабе, это все тоже может как-то там связь образоваться, или просто тебе по-другому это поймешь, и да. Шестой пункт. Это подсмотреть старую работу. То есть, в принципе, если не можешь что-то новое сделать, посмотри даже на какие-то старые, незаконченные проекты, возможно, это за секунду тебя вдохновит на что-то новое. Ну, то есть, условно. Я вот, например, если бы у меня было много времени, и я такой, блин, что бы постримить? Я мог бы посмотреть просто какой-нибудь свой старый стрим, и меня бы тупо это натолкнуло. Не в смысле то же самое постримить, а просто я бы какие-то эмоции испытал, и за секунду мне бы пришло в голову, что постримить. Я бы только вспомнил, а, точно, там от кузена этих же разработчиков вышла там два дня назад какая-то игра, или там два года назад, вот постримлю-ка я ее. Ну, условно, вот как-то в таком духе. Почему-то мне, просто у меня нет другой old work, кроме старых стримов, поэтому я не смог никакую другую для себя аналогию придумать. Но, в общем, и в целом вот так. То есть, практически, знаешь, еще представил, можно какие-нибудь школьные рисунки свои посмотреть, и в принципе... Да много чего? Ты можешь музыку послушать, я не знаю, какую-нибудь там, типа, как что раньше слушал, опять же. Ну, это, кстати, тоже, да. То есть, просто освежить впечатление, что в фотоальбом посмотреть старый. Да я не знаю, старую одежду можешь надеть, опять же. Слушай, сколько у нас разные. Ну, хотя про старую музыку. Я, кстати, это тоже люблю сделать. Да ты даже... Ты можешь старый напиток выпить какой-нибудь, ну, типа, какого-нибудь 85-го года, там, на бутылочку. Это хорошо будет вообще, да. Это тоже работе способствует стопудово. Седьмое – это погрузите себя в другой мир. Как бы это ни звучало, здесь имеется в виду видеоигры, фильмы... Ну, про наркотики, наконец-то, началось. Наконец-то, наконец-то. Это 20-летний Джордан Берубе нам говорит. Вот, возможно, все-таки он, да. Какой-нибудь Джек Дэннилс 20-летний. Ну, да, он здесь имеет в виду, Джордан – это он или она? По-моему, всякое может быть. Есть и женские такие, именно, и мужские. Неважно. Короче говоря, поиграешь в какую-нибудь видеоигру, посмотреть какой-нибудь фильм, какую-то книжку фантастическую почитать, тупо в другой мир погрузиться, там черпануть, так сказать, вдохновение, вернуться и такой, блин, там же прикольный какой-то я образ поймал, а я вот его сейчас скрещу вот со шкафом, который передо мной, и будет вообще офигеть. То есть, вот, ну, как-то в таком духе это может произойти, и я согласен. Это тоже как бы вполне. Хотя, опять же, вот, если говорить обо мне, я в миры настолько сильно погружаюсь, что уже вот, ну, ну, вряд ли, вряд ли это будет способствовать работе. Как, возможно, можно очнуться уже, уже очень поздно после этого, поэтому от себя я бы такой, конечно, пункт бы не посоветовал. А, кстати, я про это, знаешь, что хотел сказать? Вот про то, что ты сильно погружаешься, в принципе, то есть, мне кажется, этот седьмой пункт даже не столько про то, что ты погружаешься в какой-то мир, а, короче, многие люди, я знаю, есть люди, которые сильно, типа, погружаются и так, что их потом, ну, никто не вытащишь, и там тебе 30 лет, а ты в доту играешь всё ещё. Но для кого-то это просто будет такая штука, как стимул. Ты, типа, чуть-чуть отдохнул, а потом тебя, как бы, совесть замучивает в какой-то момент, там, 4 часа ты играешь, 5 часов ты играешь. В какой-то момент ты себе говоришь всё равно, тебя совесть заест, что ты ничего не сделал, условно говоря. И это будет тебе мотивацией, так скажем. И ты сразу антивыгришь, потому что ты полдня обалдел, по сути. Пойдёшь и что-то сделаешь, возможно. У меня немного не так работает. Я начну голову песком посыпать и только в говно ещё больше окунусь, поэтому, ну, как бы, со мной, скорее всего, да, так не сработает. Восьмой пункт мне понравился. Несмотря на то, что я не могу его осуществить, просто сядьте в машину и куда-нибудь съездите. Так. Ну, представь, просто сел и в Чензе доехал. Да ты можешь просто такси вызвать и добываешь. Это, понимаешь, здесь, опять же, тоже, здесь так показывают, что ты сел в свою любимую машину, включил любимую музыку и поехал, типа, навстречу солнцу. Ну, я понимаю, да. Это, опять же, ты отвлёкся на рутинную хрень вести тачку. И у тебя перезагрузка. Лучше бы это не было рутинной хренью, конечно, но... Ну, да, если ты поехал по трассе в другой город, то это, в общем, достаточно рутинно. Причём 200 километров в час. Выжил. Никогда не ездите столько. Ни в коем случае. Мы не призываем. Девятое. Попробуйте приготовить новый рецепт. Вы хотя бы что-то попробуйте приготовить, в моём случае. Вот именно. Мне смешно, что я сказал, вот именно, как будто, знаешь, я с тобой живу, я тебя кормлю постоянно. Как будто ты, да, 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 как будто ты жена моя и такой, вот хоть раз бы что-то сделал. Вот, да. Я не это имел в виду. Я имел в виду, мне почему-то кажется, это вообще не подойдёт. То есть, для меня готовка — это достаточно творческое говно, не рутинное абсолютно. И я, мне кажется, устану только от этого. Я такой, всё, я уже сегодня уже всё, я уже устал, всё, пошёл, там, чё-нибудь не знаю. Ну, я понял, для тебя к готовке подойти — это как раз и есть выгорание. То есть, ты как раз с белым листком рецептов сидишь и что бы приготовить, я понял. Да нет, для меня нету, как бы, ну, проблемы, чё приготовить. А для меня проблема — это приготовить. Поэтому я как бы... Это всё равно, что тут... Слушай, это и меня тоже касается. Нет проблемы, чё приготовить, просто надо готовить. Ну, вот, вот, да. И в общем, идей у меня великое множество, чем можно приготовить. И даже постоянно готовя одно и то же, меня это не будет никак коробить. Но вот готовить каждый раз — это, конечно, важно. А ещё мыть потом. Как раз при загрузочке. Ну, мыть-то я правда люблю. То есть, вот, без шуток я заявляю, так сказать, на всю страну. Я реально люблю мыть посуду. Меня это как-то успокаивает. Я помню, когда-то давно мне один из школьных моих знакомых, ты тоже его знаешь, он мне сказал, что у меня психологические проблемы, потому что я пытаюсь отмыться от чего-то. Я пытаюсь как-то почистить своё психологическое говно, типа, и убрать это всё. Вот, может быть. То есть, типа, меня настолько что-то гнетёт, что я мою посуду, я пытаюсь от этого вымыть из себя и как бы вот, ну, да. На самом деле, ну, это же как бы не то, как к тебе относится. Мне кажется, опять же, любой человек, который помоет посуду, даже тот, кто тебе в школе это говорил, любой чувак, который это сделает, это дополнительная перезагрузка. Несмотря на то, что так неохота это делать. У меня тоже грудами иногда стоит, но вот когда сделаешь это, у тебя вообще совершенно другое. Или допустим... Да, конечно, только я в сразу чистая кухня, но это круто. Да, да. Допустим, у тебя жопа отлетела от чего-нибудь. Ну, там условно что-то произошло на работе, какой-нибудь стресс просто. После мытья посуды вообще ты другими глазами смотришь на вещи. То есть, сначала ты хотел кого-нибудь, ну, не то, чтобы убить, но оскорбить кого-то хотел. А потом помоешь посуду, и у тебя вообще Будда к тебе приходит через посуду реально. Ну, это правда. Это тоже одна из причин, по которой я часто мою посуду. Как раз для того, чтобы Будда приходил. Да, 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 да. Вот. Ну и, короче говоря, десятый способ – это сделать какое-нибудь говно. В том смысле, что именно по работе. Ну, типа, не можете придумать, нарисовать что-нибудь красивое. Может, нормально, сделай хрень. Да, хрень. И даже то, что вы сделали какую-то хрень, но уже что-то сделали, вас это подтолкнет, замотивирует, и вы, короче говоря, пойдете и вообще взорвете все. Вот это как раз таки, это то, что я думал. Такая статья должна заканчивать мотивирующимся. В десятом пункте просто идите и работайте. И вот я ждал, что такое будет, и вот тут, в общем, типа такого пункта и получился. А причем этот something ugly можно выложить даже куда-нибудь. То есть, несмотря на то, что ты сделал дерьмо, это дерьмо можно выложить, не знаю, в инстаграм по приколу сфоткать и выложить, что нихрена себе я там или там какую-нибудь музыку, просто дерьмо какое-нибудь сделал, выложил на SoundCloud, я не знаю. А ты в итоге стал самым популярным диджеем, SoundCloud продюсером. То есть, это еще прикольно будет, что, может быть, кто-то поржет, там фидбэк какой-то будет. Может быть, ничего не будет, но это как бы типа ты что-то сделал. А ты знаешь, короче, есть вот какие-нибудь там созвоны на работе, и после некоторых созвонов надо обязательно сделать документ, чтобы о чем-то поговорили. Вот сделай, и у тебя будет какой-то продукт. Возможно, он будет, конечно, в стол сделан, но ты в натуре, ты как бы перешагнешь шаг, сделаешь. То есть, ты уже что-то начал делать, ты уже такой деловой пацан, и ты уже дальше будешь делать, возможно, что-то крутое. Ну, да. Здесь я с тобой согласен, что мы с тобой как блогеры, а мы блогеры. Надо из любого контента, хоть из любого, что ты делаешь, делать инфоповод. Насрал, надо обязательно это как-то сфакать, выложить на Patreon. Performance, да. Или из инсталляции. Вот. И мне трудно с этим не согласиться, это так. Вот. Я просто сейчас хочу, чтобы ты из себя выдавил какой-нибудь один пункт для себя. Не топ-1, а хотел просто один. Кроме. Я понял. Но и не такой, как у них. Я вот хочу тоже что-нибудь такое, что... Ну, вот это все мытье, это все рутинные темы. Я скажу, давно уже, опять же, этим не занимался, но скажу, что, во-первых, какой-нибудь спорт, опять же, если ты вдруг, даже если ты не сильно спортивный чувак, ты сейчас, опять же, наверное, ты это хотел сказать, но я у тебя, наверное, связал. Абсолютно нет. Нет? Я знаю, что ты вот иногда бегаешь, то есть, у тебя тоже дополнительная перезагрузка. Я тоже иногда бегаю, но я очень редко бегаю, я прям бегаю, условно, 31 декабря или 1 января я люблю бегать. Это дополнительная перезагрузка просто на Новый год. Представляешь, с нового, начал, начал именно. То есть, если ты сильно там не пил до 31 декабря, очень сильно, чтобы прям не с больной башкой бежать, а именно нормально, свежачке, 1 января пробежал, вообще охрененно, ноль людей, ты чувствуешь себя именно в зомби-апокалипсис, бежишь, короче, балдёж. Ну, кто-то, может быть, просто боится бегать там в холод, в сильный или ещё что-нибудь. Ну, я не знаю, для кого чё. То есть, для меня бассейн, например, тоже это отдельное. Но я из-за того, что достаточно, скажем так, интровертированный человек, то для меня ещё более интровертированные вещи ещё больше меня перезагружают. То есть, допустим, в бассейн сходить, это настолько ты один вообще, чувак. Ну, то есть, если ты, конечно, не с кем-то пошёл там, чтобы базарить на соседней дорожке там. Вот. А именно один ты просто плывёшь. Вот там, если тебя кто-то потрогает, там просто обосрёшься в бассейне прям. Потому что ты, короче, настолько выключаешься. Ну, типа, ты в таком флоу находишься вот на этой дорожке. Да-да-да. То есть, это, ну, может быть, для кого-то спорт. То есть, это прям вот реальная тема. И на самом деле, я скажу обратную тему. То есть, опять же, это как интровертированный человек. Для меня общение, допустим, какое-нибудь, то есть, мы с вами встретились или там что-нибудь ещё. Я тоже отдельно перезагружаюсь, потому что это как бы очень такая смена жизни. Ты сидел, допустим, один, ни с кем я не разговариваю, потом бац, компания людей, короче. Ты с ними посидел, может быть, даже ничего не поговорил, хотя я в основном говорю иногда. Но ничего не поговорил, он всё равно перезагрузился. То есть, такая смена, короче. Вот что-то такое, я думаю. Ну, так засчитывается. Ты даже прям несколько сказал. Это круто. Потому что я-то вот одно только для себя придумал. Вот. И мне нравится, ну, я это уже сказал, здесь вот говорится о том, что нужно смотреть на людей. Я просто, я люблю реально ходить пешком. То есть, меня хлебом не кормит, дай куда-нибудь пройтись, послушать музыку. И самое главное – это посмотреть на детали вокруг. Вот. Мы в этом подкасте уже много раз это говорили. Кстати, в подобных же темах по поводу там вдохновения и чего-то ещё. На самом деле, просто ходить и замечать детали вокруг себя – это суперувлекательное дерьмо. Просто смотреть на кирпичную кладку на каком-то доме там. Посмотреть на цвета, на то, как сочетать. Посмотреть, какие карнизы на крышах этих домов. У некоторых старых домов интересные карнизы. Там всякие прикольчики какие-то есть и так далее. Я просто люблю ходить на это смотреть. Вот. И тоже меня настолько это сильно перезагружает, что я прям каждый раз иду, и у меня сто тысяч идей. Я такой думаю, блин, как бы классно было вот это, то, то, то. И всё в сраную реальность всё разбивается, в которой нету свободного времени, нету желания, нету силы. Это, конечно, каждый раз грустно. Вот. Но как будто, знаешь, ты идёшь, всё прям классно, потом хоп, и тебя п*** натравил, или кто-то ещё прям, и у тебя руки опустились, тебе ничего не охота делать, и всё. Не знаю, как с этим жить, вот. Но, в общем и в целом, вот просто ходить и замечать детали вокруг себя. Знаешь, даже просто, опять же, вот то, что мы недавно обсуждали, месяц, может, назад, что у нас в Челябинске во многих дворах есть фонтаны. Они, конечно же, все недействующие, но они же есть. Они когда-то были, они когда-то работали, и они, в принципе, почти все нетиповые. Их даже просто интересно разглядеть. Просто постоять и посмотреть на фонтан, который во дворе у вас находится. Это достаточно нетривиальное занятие, которое прям вот перезагружает и прикольно. Или просто на детские садики постоять, посмотреть, которые во дворах. У них у всех какие-то разные рисунки на верандах. В принципе, там... Только не на деток, а именно на садик. Нет, на них не надо, да. Надо вечером, когда их уже нет, стоит смотреть, но когда ещё светло. Вот. Или когда у них сончас хотят. Ну, то есть, это все какие-то мелкие детали, и они прям прикольные. Я не знаю, мне прям сильно нравится смотреть вот на какую-то такую архитектуру, особенно на советскую. На современную архитектуру нет смысла смотреть, там нет деталей. Это просто куча говна, и всё. Вот. А раньше как-то, ну, подходили к этому с душой, как-то это всё интересно было, и да. Я тебе больше скажу. Мы с тобой не только сказали, мне кажется, сейчас способы, чтобы перезагрузиться и перестать выгорать, ну, в какой-то момент. А мы с тобой сказали просто вот, если у тебя какие-то стрессовые ситуации, то вообще у любого человека бывают стрессовые ситуации в жизни. Разные. Не обязательно по работе, да. То мне кажется, эти все штуки можно применять дополнительно. То есть, начиная, если там небольшая стрессовая ситуация идти помыть посуду, это реально работает, мне кажется. Ну, да это все знают, просто чуваки бывают... Иногда, когда начинаешь сильно заморачиваться, то ты не можешь себе сказать, иди, чувак, помой посуду, ты, короче, забываешь про это, про всё, ты начинаешь именно заморачиваться, загоняться или там думать про это постоянно. Ну, да, да. Короче, вот. А такие штуки, мне кажется, они дополнительно тебе помогут сделать. Ну, если ты кардинально прям тебе хреново, то реально можно выйти, пройтись, пойти там, и это тебя к чему-то приведёт по-любому. Я надеюсь, к хорошему, соответственно. Вот, да. Ну, кстати, да, и последнее, если вернуться опять именно к вдохновению, то ты прав. Вот послушать старую музыку, просто послушать, что ты слушал там пять лет назад, десять лет назад, вот. Оно реально, оно настолько как-то психологически старые якоря у тебя включает, и у тебя, ну, другая область мозга, какая-то другая область памяти начинает работать. И, в общем, и в целом, это прям может как-то бустануть что-то. Или вот, ну, или старый фотоальбом. Это, да, это правда очень круто. То есть, я... Я знаю, короче, я знаю, что, короче, есть такая тема, то ли ты можешь вспоминать запахи, то ли ты с помощью запахов можешь воспоминания. По-моему, с помощью запахов ты можешь воспоминания. Воспоминания, конечно. Да. И мне кажется, то же самое, ты представляешь, то есть, насколько вот даже мы с тобой 28-летние пердуны старые, да, то есть, мы с тобой, если сейчас послушаем музыку, которую когда-то слушали, у тебя, скорее всего, в памяти ты просто вспомнишь, ну, там, жизнь какую-то свою, или, может быть, эмоции. Да, да, да. И, соответственно, когда этот бэкграунд тебе подгружается, ты уже что-то для себя можешь там вычленить для творчества там или для чего-то, я не знаю. Поэтому это так работает, я думаю, да, что-то старое врубил по музыку, например, и тебе пришло. Да, да, это правда. И это круто. В общем, мы как-то прям достаточно широко эту тему раскрыли. Да. Да, потому что лучшая тема в подкасте остальное сейчас, смотри, за три минуты проверяй. Ну, давай посмотрим. Ну, скажи, конечно, Костина еще, Костина, следующая тема как раз. Нет, следующая тема от Константина нам предложена на Reddit. И, между прочим, мы хотели с тобой как-то обсудить это. Мы хотели просто, да, давай, ты сначала, я не знаю, сначала тему или сначала Reddit? Ну, давай сначала тему. Давай сначала тему, я тоже так думаю. В общем, да, на subreddit и его дизайна нам Костя предложил тему, которую он, между прочим, сам лично потратил свое время. Он может вообще его не тратить, а вот чисто ради интереса, ради какого-то, не знаю, фидбэка он перевел тему, как обучать детей правильно пользоваться технологиями, если в вашем детстве такого не было. Вот просто взял, не знаю, как он выбирал на самом деле, но, тем не менее, выбрал, выбрал. Тоже контровершивая тема, спорная тема. И мы сейчас, короче, по ней пройдемся и поймем, спорная неспорная. На Хабре. На Хабре он написал, он еще на Medium написал, но мы не употребляем этот ресурс в еду. Поэтому он предусмотрительно на subreddit он предложил именно Хабровскую версию. Конечно, конечно. Вот. И здесь я вкратце скажу, что люди взрослые, у которых есть дети, беспокоятся о том вообще, как их ребенок проводит досуг. Все знают, наверное, не понаслышке, сейчас даже в любой семье с мамой и папой алкоголиками, там, я не знаю, и то они будут думать про то, что, а как же там ребенок? Я же не могу ему просто дать там iPad, хотя, ну, вдруг у них есть iPad. Или там дать им свой MacBook Pro 17 2019 года. Вот. И он же не может просто проводить за электронными девайсами кучу времени или вообще full-time job. У него же не должен быть у ребенка за экраном. Нет, он должен общаться. Все, мне кажется, это понимают на подкорке. Хотя, может быть, и не все, но многие. И, значит, что делать? Что делать? И здесь написано, что вот прям люди с помощью девайсов даже себе делают напоминание, что надо встать, размяться и так далее, что надо не забывать про физическую форму ребенка. Да и свою. Свою даже еще, возможно, больше. Ну, и тем более, что когда ребенок использует девайс, он сразу же забывает про социальные навыки и вообще, в принципе, асоциальным чуваком становится. Это все и так понимают. В принципе, здесь про это полстатьи, про то, что дети цветы жизни, а мы из них вот делаем чуваков, которые смотрят, значит, YouTube и Twitch, и дай бог. Значит, нужно найти какую-то действительно золотую середину, написано здесь, но дальше здесь просто есть такой абзац про ограничения. На самом деле, вот здесь просто написано, что плохо, китайцы там огранили, а в Китае там вообще до свидос все на девайсах сидят жестко. И некоторые взрослые почему еще боятся, потому что и они сами очень сильно зависимы от девайсов. И как ты можешь ограничивать ребенка, когда ты сам в этот момент в телефоне. То есть, типа, ты убери телефон, я сейчас погоди, только сам Twitter проверю, а ты давай это там на Reddit и его дизайна, не пиши ничего. Значит, какой есть действительно вывод, заключение какой-то или какой-то совет от авторов статьи? Здесь есть прям такой, есть прям такой абзацик, несколько основных моментов, о которых нужно помнить. Это я практически в конец статьи уже перешел. Ограничения. Нужно просто продумывать, минимизировать переход от контента к экрану с ограничением. Пусть это будет менее навязчиво. Я, если честно, понял это так, что просто дети, они же, ну, не самые контролируемые себя люди пока что. Несмотря на то, что я все верю, и у многих людей дети умнее, чем вообще хоть кто. Но все равно человек склонен к тому, чтобы, да все мы знаем, что хочется вот и в свою любимую игру поиграть побольше, и фильмов посмотреть в свободное время, и посидеть за девайсами, позалипать. Все это, короче, нам свойственно, и поэтому для детей тем более, они как бы увлекаемые очень чуваки. В отличие, может быть, от взрослых, более увлекаемые чуваки. И погружаемые более. У них там свои супер-миры в башке. Поэтому все-таки ограничения детям надо. Надо их ограничивать. И как минимум ограничивать, во-первых, какой контент потребляет чувак. То есть детский контроль никто не отменял, мы же знаем, везде уже есть. Сколько времени, соответственно, он потребляет. Здесь не написано конкретно часы, минуты, никаких рецептов нет, видимо, нужно подбирать. Подбирать по... Причем, если честно, я вот это сейчас говорю, и многое я уже от себя дополняю, хотя, мне кажется, об этом мы хотели сказать в статье. Вот, по времени, какой контент, и на самом деле здесь круто написана, крутая идея, что если, допустим, даже чувак, ребеночек позалипал в айпаде, посмотрел какую-то там серию или что-то, тебе нужно поговорить с ним, о чем это было. То есть, во-первых, это развитие памяти, чувак тебе перескажет, что там было. Во-вторых, это социализация, ты сразу поговоришь с человеком, он тебе расскажет там, а что ему понравилось, что не понравилось, что классно, кто там, кто вообще аж какие роли. Короче, это как раз отдельное дополнительное общение у него будет. Поэтому даже если... Ты случайно камеру ставишь скрытую и снимаешь ребеночка, и у тебя YouTube-канал «Дети» про сериал «Стар Ворс», именно сериал «Стар Ворс». Вот так, про сериал «Стар Ворс», да. То есть, короче говоря, ты можешь не просто отписаться, как отписку дать айпад чуваку или там ноутбук, а можешь еще и поинтересоваться, что там было. Тем самым ты как минимум проявишь себя как родитель, уже будет не так стрёмно, что ты там его занял на какое-то время. А плюс ты еще добавишь какой-то обучающей темы. И плюс не будет стрёмно. Знаешь, вот у многих взрослых уже людей с родителями бывают какие-то там блоки на что-то или как-то, короче, ну какие-то вещи, которые они там или мало рассказывают родителям или еще как-то. Допустим, возможно, это из-за того, что просто родители ничего не спрашивали. Ну типа какая разница, если батя или мама у тебя с малых лет просто не интересуются ничем, например, то, что тебе интересно. Соответственно, вряд ли ты им там в своем возрасте будешь что-то рассказывать, если они на айпаде у тебя не спрашивали, что у тебя происходило. Поэтому все-таки спрашивайте, что на айпаде происходит. Это то же самое, что спрашивать, как у тебя в школе. Классический вопрос, ну как там школа? Вот, типа, вот, короче, как там айпад ты должен спрашивать. Короче говоря, какие-то такие выводы в принципе, в целом. Возможно, Костя будет зол на меня, что я как-то неполно прочитал всю статью именно на подкасте от первой буквы до последней. Я просто сказал свои какие-то свои видения на эту статью. Кстати говоря, я хочу последний еще абзац зачитать, который он классно перевел. Напоследок помните, что дети во всем берут пример со взрослых. И дальше цитата. Какой пример мы подаем детям, когда их родители улыбаются экрану мобильного телефона чаще, чем друг другу. И все, тут в закат уходим. Короче говоря, статья вот такая, спорная, опять же, почему я сказал спорная? Возможно, сам Костя и кто-то считают, что зачем ограничивать? На самом деле, у тебя же не стоит вопрос в том, что взять вот сейчас и, короче, у тебя же не стоит вопрос. Не, на самом деле, может быть, кто-то скажет, что зачем? Мы же сейчас в новом веке живем. По идее, какой смысл ограничивать, если наоборот, умнее будет только ребеночек, если он будет 17 часов в день сидеть за вашим MacBook Pro 17? Вот. Может быть, кто-то так скажет. Мне интересно, опять же тебя послушать. И, ну, это мое мнение. Я, в принципе, сказал все вот то же самое, что хотел сказать, что здесь написано. Ограничение времени – это круть, я считаю. На самом деле, ограничение времени супер искусственно, мне кажется, это тупо, потому что просто ребенок, особенно если он уже в школе учится, то он должен понимать, что у него есть какие-то обязанности. Я сейчас это говорю супер на пальцах, и из меня, конечно, тот еще папа и педагог, и то и все. Но, мне кажется, уже какое-то должно закладываться понимание, что не весь день надо iPad смотреть. Типа, у тебя еще там есть уроки, какие-то еще вещи, дела, какие-нибудь дополнительные курсы, на которые ходит ребенок, по ним тоже надо что-то там выучить, подготовить, придумать. Вот. Поэтому… Я тоже согласен, что… Искусственное ограничение, да. Оно должно не программное быть, оно должно как-то просто витать в воздухе, и это должно доверительное дерьмо быть именно. Ты имеешь в виду, ты вот дал ему iPad, а он сам его отложил через полчасика. Не то чтобы сам, а я не имею в виду, он у него не должен именно быть хоп и заблокировался у него в руках просто от того, что ты там таймер поставил, а ты такой ржешь над ним. То есть это, мне кажется, нужно, это должно обговариваться, и это как бы, это именно, ты захочешь так, ну че, все, мы посидели же в iPad, да, там, ну, в таком духе. Вот. А теперь, типа, пойдем погулять, там, ну, как-то так. То есть мне так кажется, что это должно быть именно не как, что ты просто хоп, и у него пришел и отобрал. У тебя таймер какой-то зазвенел где-то там сверху, и ты просто пришел у него без разговоров, отобрал, и дальше у него… И не то, что я не спросил, как там у тебя iPad, а еще и просто, типа, там, не дай бог он… Еще кинул iPad. Потом дольше, там, как-то, да. Ну, то есть, понятно, что это какой-то антипример, но, короче, я считаю, что это должно быть обсуждено, и ребенок должен быть согласен на это. Обсуждено. Ему нужно как-то… Да, вот именно. Ему нужно как-то это объяснить, почему так, и чтобы у него не было внутреннего конфликта, что, блин, это несправедливо, там, это как-то неправильно, он должен в это поверить. И понять, почему так. То есть мышку нельзя отбирать вместе с проводом, с этим силовым, от компьютера. Ну, видишь, есть, опять же, периоды, я так понимаю, когда, ну, практически бесполезно с ребенком, как бы, ну, на каком-то таком взрослом языке разговаривать. Ну, правда, там, гормоны, пруд, какая-то еще хреновина, то есть, ну, в общем и в целом всякое может быть. Я понимаю, но, скорее всего, тут как раз-таки вот в те периоды, в те периоды, когда гормоны прудут, как раз максимально надо разговаривать, потому что там как раз силовые кабели забирать – это как раз самая жесть. То есть, вот когда раз в те периоды, там вообще, вот если ты там в натуре будешь ограничения ставить по два часа, то это будет не очень. Видишь, у меня иногда все равно отбирали так, и вроде нормальный вышел, хотя, конечно, это спорный вопрос. Так нет, у всех, мне кажется, отбирали, и тут, да, ну, знаешь, это типа как меня вот били, как говорится, я же нормально вырос, но меня, не меня, я имею в виду просто пример. Это как бы, ну, такое, такая практика не очень, я бы сказал. Я понимаю, что меня вот там то-то, меня заставляли там воду коромыслами носить, я нормально вышел, ну, хрен знаю, то есть, мы, опять же, в другом мире немного живем, но, тем не менее, мы с тобой в любом случае сходимся на том, что надо разговаривать, надо говорить и объяснять, почему так. Хотя, конечно, мы как-то с тобой, у нас подкаст, кроме того, что это подкаст старых пердунов, у нас уже подкаст про мамочек и про, значит, тугасей. Конечно, ну, это просто, раз такое предложили темку, значит, хотят такое услышать, я просто еще, если немного отбежать в сторону не школьных детей, хотя и школьных тоже, есть вполне, как бы, конкретные штуки, которые у ребенка должны формироваться в определенный период. То есть, то, что придумали там условные прописи или какие-то там большие кубики или что-то еще, вот, это для того, потому что, если мы посмотрим по эмбриогенезу, эмбриогенез, это когда маленький ребенок. Короче, потому как мозг развивается, то у ребенка поначалу работают там моторные области, всякое такое, и поэтому ему нужно в этот момент там играть с мелкими предметами всякими там и так далее. То есть, это просто, ну, это нужно, чтобы мозг нормально развился, чтобы потом ты мог уже, когда вырос, там мячик пнуть и в ворота попасть. Я утрирую, ну, то есть, вот, что-то такое, чтобы ты потом мог стоять у станка, как бы, там, опять же, или, я не знаю, неважно, что бы ты. Всю жизнь. Вот именно. Чтобы ты просто, как бы, ну, функционировал нормально по жизни. Это, кстати, есть такая тема, что, когда ты вот именно по прописям, ты очень сильно думаешь, как выводить, как рисовать, как вырисовывать, то у тебя сразу там несколько областей в мозгу прям работает, и вообще все классно, супер, и да. То есть, ну, нельзя от физических вещей отходить, просто давать ребенку iPad и думать, что он от этого будет умнее. Ни хрена он не будет умнее. В этот момент он не может чисто, опять же, по составу мозга, там, доказывать теорему или там что-то еще. В этот момент ему вот просто так вот развивается, что часто же говорят, что мозг там растет до 21 года, там. Ну, не мозг, а связи образуются именно активно. То есть, есть вполне конкретный график, как именно растут связи. В те периоды, когда они растут активно, нужно максимально разное ребенку давать, чтобы у него разносторонне развился мозг. Если у него будет только iPad, то как бы, ну, это плохо. Это не разносторонне получается. Да, то есть, я как бы, ну, может быть, не во всех терминах там, так сказать, это все передал и так далее, но, блин, я не знаю. Причем мы с тобой почему-то, как корень зла, используем iPad. У нас это прям худшие дела. Тут просто и на картинках именно в основном с iPad'ами детки. Вот, особенно еще самые маленькие детки с iPad'ами. Тут, конечно, и с буками есть, вот, но самые-самые маленькие там, вон вообще ребенок, который еще, у него волос еще нет, а он уже iPad в зубках держит. Да, да, да. Тут почему-то iPad как корень зла у нас оказался. Может, это просто скрытая реклама iPad'а вообще, в принципе, у нас вся статья. И от Кости причем пришла к нам. Вот, да. Ну, короче говоря, я предлагаю к другому корню зла перейти. Давай. Другой корень зла – это наш сабреддит. Да, наш сабреддит – это другой корень зла. Я просто каждый раз, когда открываю… А, это, блин, я наш Patreon случайно открыл. Тоже наш корень зла хороший. Вообще, я хотел вот этот кусок про наш сабреддит вообще вырезать отдельно и положить на канал, поэтому я здесь сделаю отсечку какую-то. Вот. И расскажу, что вообще у нас теперь есть сабреддит. reddit.com.r.uwebdesign. Reddit – это такой форумный движок. Даже, кстати, вот, знаешь, есть такое расширение в Apalizer, которое тебе показывает, на каких технологиях сделан сайт, когда ты на него заходишь. Так можно смотреть, типа, там, используется jQuery на сайте, там, или что-то такое, там, и так далее. Да, знаю, так. И ты заходишь на Reddit. На Reddit, и там именно показывается, что форумный движок Reddit. Кстати, благодаря этому я узнал, что старый Reddit, он был open-source-нутый. Ты мог просто установить себе Reddit на Smart Tape, вот, и построить свой Reddit с Blackjack, понимаешь? Ни хрена. А новый Reddit нет. То есть, они деприкейтнули эту штуку, теперь это закрытая хреновина. Но факт остается фактом. Это форум. Вот, это форум со своими подфорумами. Подфорум может быть абсолютно на любую тему, то есть, если он не нарушает корневых принципов Reddit, так сказать, сообщества, то, в общем, этому подфоруму может быть рады. От любителей мышек до любителей, там, политики и до людей, которые изучают русский язык. И такие подреддиты есть тоже здесь. Вот. Мы сделали такой же для ее веб-дизайн. Вообще, для чего сюда нужно заходить? То есть, как бы, ну, резонный вопрос. Мы в пришоу немножечко это обсудили. Вообще, что здесь делать? Вот. Здесь есть основной раздел. Это лента, так сказать, ну, каких-то новостей, так скажем. Только суть в том, что эти новости выкладываем не только мы, а еще и вы. Вы можете просто взять и с нашим сообществом поделиться какой-то новостью, картинкой, там, ссылкой или просто рассуждением. То есть, здесь есть три типа постов. Если я сейчас нажму кнопку Create Post, есть просто пост, есть имидж и видео, то есть, ну, вложение, так скажем. Вот. И link, то есть ссылка. Вот. Есть два поля. Title, соответственно, и тело. Если это пост, то это тело поста. То есть, здесь можно большой длинный пост какой-то написать, статью целую, там, что-то такое. Вот. Если это картинка или видео, можно приложить картинку или видео. Если это ссылка, можно приложить ссылку. Здесь всяко умно ловятся ссылки, там, на YouTube, на Vimeo, там, на Twitter и так далее. То есть, там, прямо с предпросмотрами, с виджетами и так далее. Reddit достаточно умная и хреновина. Вот. Вы можете чего угодно нам приложить. Вот. В том числе поставить, например, пометочки, типа OC. Это оригинал контент. Ну, например, вы взяли, нарисовали какую-то картинку, хотите нам ее выложить или там какой-то интерфейс спроектировать. Можете смело ставить оригинал контент, если это ваш контент. Все увидят, что это, ну, какое-то ваше личное, так скажем, изобретение, творчество. И просто перейдут с большей вероятностью. То есть, такие, о, что-то интересное. Не то, что там это сто пятьсотый перепост из R-Memis или R-Pix. Вот. А это именно, ну, что-то какое-то умное, хреновина. Хотя мы это тоже поддерживаем, сто пятьсотый перепост из R-Memis, на самом деле. Это правда, да. Мы такое тоже любим. Вот. Можно поместить, как спойлер. Ну, это в контексте нашего сабреддита. Это скорее будет шутка какая-то, потому что, ну, обычно так помечают в сабреддите Game of Thrones спойлеры там к новой серии или что-то такое. Ну, да. Вот. Ну, и Not Safe for Work. Все понимают, что это значит. Если там какая-нибудь расчлененка или что-нибудь такое, то помечайте так. Хотя расчлененку сюда лучше вообще не выкладывать. Но, тем не менее. Если это веб-расчлененка какая-нибудь. Вот именно. Если там браузер, представляешь, весь раздетый такой. Вот, да. И такое бывает. Вот. И здесь есть флееры. Флееры – это маленькие значки у постов, которые можно приложить. Вот я здесь показываю нашим зрителям. Слушатели, просто представьте, там коротенькие эмодзи или какие-нибудь слова. Можно как флееры выбрать. Например, это пост про JS или пост про Vue или пост про React или там пост с тортиком. Ну, тут всякие можно, разные есть. Я думаю, по мере того, как наш субредит будет развиваться, количество этих флееров будет стопудово увеличиваться. Я просто так это и вижу. Вот. И да. То есть можно предлагать здесь какую-нибудь хреновину. Это круто. Мы будем… И здесь из-за того, что это форум и сообщество, здесь люди, соответственно, будут вам плюсовать или не плюсовать или что-то еще. То есть, в принципе, это живое комьюнити. Будут комментировать там и так далее. Если вдруг вы хотите услышать мнение по поводу вашей работы, так и напишите. Вам напишут тоже. Мы точно здесь прям, ну, живем. Можно тут плюсики-минусики набирать. Это, в общем, даже и прикольно. Здесь такая форумная движуха. Вот. Кроме этого, можно кросспостить к нам сюда в e-web-дизайн. То есть, если вдруг вы активный реддитор, вы подписаны на много разных субредитов. Может быть, тематических, может быть, не очень, неважно. Мы, в принципе, здесь, в принципе, разному контенту рады, потому что мы это создаем просто как сообщество. Просто мы здесь с людьми тусим с вами, подписчики, уважаемые слушатели и зрители. Поэтому, если вы подписаны на условный R-history, и там какой-нибудь прикольный исторический факт про, я не знаю, Германию 30-х, 40-х годов, 20-го века. Я бы что-то хотел сказать про танки, но у нас совместилось с тобой. Вот, да. В принципе, можете нажать кнопку кросспост. Я вот сейчас вам продемонстрирую. Опять же, я перехожу на главную реддита. Вот. У меня сразу первое – это Learn JavaScript. Здесь про вложенные циклы. И если вдруг там реально какая-нибудь прикольная статья про вложенные циклы, я жму три точечки. Точнее, нет, я жму Share. Три точки – это не то. Но, кстати, блин, на мобильном приложении и на вебе по-разному. На мобиле по-другому. Я жму Share, жму CrossPost, выбираю, что я CrossPost это в eWebDesign и, соответственно, это выкладываю. Кстати, очень многие сообщества у себя запретили CrossPost, а мы не одно из них. То есть, к нам можно CrossPost, мы, в принципе, как Никита уже сказал, мы рады по 100-500-ому перепосту какого-нибудь мемчика. Почему бы и нет. Вот. Также у нас… Главное – заходить, чуваки. Да. Главное – какую-то создайте движуху. У нас здесь есть ссылочки всякие. Кстати, если будете смотреть на наше меню, там, где выпадашечки YouTube и Telegram, Reddit не дает возможности их стилизовать. То есть, то, что там такой дерьмовый серый шрифт, неконтрастный, это, ну, не наша прихоть. И то, что там скругления такие, которые, ну, зачем скругления, которые примыкают к нескруглениям, я не понимаю. Но вот здесь так, и ничего с этим сделать нельзя. То есть, это не то, что мы дураки, это вот, ну, это ограничение системы. Кроме этого, когда вы к нам вступили, вы можете себе бэдж выбрать около вашего имени. То есть, там другие бэджи, там голубки, голубочки. Вот. С каким мы нашу комьюнити ассоциируем с голубочками из-за наших стримов по GTA, где мы очень долго провели много времени с голубями. Вот. Вы можете выбрать, с каким голубочком вы себя ассоциируете в очках, в короне, там, с красными глазами или с ирокезом. И, в общем, и в целом, ну, как бы приобщить себя к какой-то там касте, так скажем. Это тоже, в общем, прикольно. Почему бы и нет? И я думаю, этих значков тоже со временем, может быть, будет больше, больше и больше. Я не знаю. Что-то мы придумаем. Чем больше здесь будет движухи, тем прикольнее. Просто, если вы еще ни разу не пробовали Reddit, по-моему, это тот самый повод попробовать. А если вы уже активный пользователь Reddit, то залетайте к нам, вы уже знаете, как это работает, и давайте вместе сделаем это комьюнити веселым, интересным. И да. Кроме этого, у нас здесь есть чат-комната. Ну, как бы, почему бы и нет? Есть такая фича у Reddit, чаты. Почему бы и нам ее не использовать? Посмотрим. Пока это называется УВД-тест. Вот. Там уже целых шесть человек в этом чате. Посмотрим, куда это и как зайдет. По-моему, это прикольно. То есть, вдруг что-нибудь туда можно написать. И здесь есть календарь в сайтбаре, в котором наши мероприятия предстоящие. Вот, например, одно из предстоящих мероприятий, это запись 215-го выпуска, которую мы в данный момент записываем. Вот оно здесь горит. Просто, чтобы вы знали и не писали нам в этот момент, оно здесь есть. Кстати, премьера 214-го выпуска на завтрашний вечер тоже определена. Я надеюсь, если метеорит не упадет на Челябинск, то так и произойдет. Вот. Поэтому, в общем и в целом, залетайте сюда, здесь прикольно. Кстати, что касается вообще того, как выглядит лента Реддита, у нее есть три вида. Есть вот этот вид карточек, который у меня сейчас включен. На нем, на самом деле, на нем я теперь, из-за того, что я только сейчас увидел Реддит на большом экране, я понял, что на нем, в общем, достаточно прикольно смотреть именно в большом разрешении, потому что он делает такую узенькую хреновинку по центру, как ВК, там, я не знаю. Да, я так делаю, я всегда так смотрю. Так самое главное, не надо ничего разворачивать. Ну, я не всегда все хочу разворачивать. Просто, если я условно уже это все видел тысячу раз, меня через это дольше проскроливать, ну вот, если я наш сабредит беру, вот, чем если оно было бы чуть-чуть свернуто. Поэтому я обычно смотрю в режиме Classic, который промежуточный. Но когда я это смотрю в большом разрешении, блин, оно растягивается, к сожалению, полностью от края до края. Вот. И это, конечно, лишнее. То есть, если я буду смотреть с большого экрана, я буду тоже смотреть в режиме карточек. Также есть режим Compact. Там вообще даже предпросмотров никаких нет, там максимально много помещается на странице. И, в общем, наверное, это тоже прикольно. Для каких-нибудь текстовых сабреддитов, вот, может быть, это и самое то. Зато здесь точно видно, какие бэджи у каких постов, видно, кто там постил и так далее, и тому подобное. То есть, это все здесь как на ладоньке. И для какой-то такой обзорной информации это удобнее всего. Вот. Сортировка может быть по горяченьким, то есть, по самым, так сказать, лайкаемым, обсуждаемым, по новым, по противоречивым, по топам и по тем, которые набирают популярность. То есть, ну, здесь несколько разных сортировок. Поиграйтесь с ними, посмотрите, какие вам больше понравятся. И еще в тысячный раз вас приглашаю к нам на сабреддит. Мне почему-то кажется, что у этого есть будущее, что будет какая-то прикольная движуха, и мы с тобой там через год, я не знаю, или через когда-нибудь. Кстати, день рождения нашего сабреддита 2 октября, чтобы ты знал. Надо не забыть в следующем году, так сказать, отметить. Вот. Мне кажется, это будет прикольно. Главное отметить. Стопудово, да. В России главное отметить. Есть еще такая фича, как реддит-награды, но она связана с реальными деньгами. Если есть какие-то у нас люди, которые себе премиум реддит проплатили, то у них есть каждый месяц пул монеток, которые они могут тратить на награды постов. И если вдруг в нашем сабреддите кто-то будет давать награды за посты, то нам, как сабреддиту, в котором что-то награждается, будут перепадать какие-то тоже проценты от этого. Я не знаю, сколько там, я не помню. Вот. И мы эти общие монетки сообщества, как модераторы с тобой, сможем тратить на награды, которые только в этом сообществе есть. Вот. Ну, короче, тут это прикольная движуха, но это, наверное, не сейчас. Это когда у нас будет много премиум реддиторов, как кредиторов. Тогда мы сможем уже этим воспользоваться. Так что вот, да. Я главную фичу, ты не сказал самую главную фичу нашего реддита, знаешь какую? Ну-ка. Если вы, вот ты, вот сейчас у тебя открыт наш реддит. Я открыт, открыт. Если ты в шапке наведешь на заголовок его дизайн, то посмотрите, как он по ховеру подсветит. Я часа три, наверное, потратил на то, чтобы подогнать, как это будет выглядеть. У них настолько... Я, честно, у меня ассоциация, знаешь, с NFS-ом андеграундом, когда подсветку неоновую делаешь внизу тачки. Вот прям... Я так и хотел. Я так и хотел, конечно. Заходите обязательно, чуваки. Такое пропускать нельзя. Я согласен, да. Я это вот, соответственно, как еще отдельный ролик помещу к нам на канал. Почему бы и нет? Будем приглашать всех на реддит. Вот. Заодно посмотрим, будут ли короткие... ролики смотреть больше, чем длинные? Или вообще, наоборот, никто не посмотрит? Всегда бы это интересно. Посмотрим. Вот. Я предлагаю нашу с тобой еще одну громкую тему сместить, а то как-то слишком много будет о нас в этом мире. И после редизайна Фейсбука про нее сказать. Как тебе? Да? После логотипов. Давай. Ну давай. Про логотипы тоже я. Коротюсенько. Смотри. Майкрософт представил новый логотип Edge-браузера. Вот. И тут написали, что он выглядит not safe for work. То есть сексуально? Да. Да-да-да-да-да. Я на самом деле вот издалека я вижу волну. Я даже букву Е не вижу. Для меня это гребень волны. Плюс в Вовке есть эмблемка элементарий водных. И в Варкрафте. И вот он подобно тоже там, он как волна выглядит. Вот я это вижу только это. Да. Кто-то здесь увидел идеологически то, что это первая иконка, которая вообще отказывается от буквы Е и от намеков интернет-эксплорера в микрософтовском браузере. То есть это все равно узнается буква Е, конечно. Узнается, но прям минимально узнается. То есть они приложили все усилия, чтобы не узнавалось. По крайней мере, по мнению Тома Уоррена, и я с ним в общем согласен. То есть они хотят минимальную вообще преемственность сохранить, чтобы просто понятно было, что это браузер, ну и когда ты в Windows находишься. Но чтобы не было никаких негативных ассоциаций, связанных с ИЕ, с Эджем, с вот этим. Потому что по факту это теперь Chromium. Он теперь быстрый, классный и с расширениями. Поэтому мне кажется, да, они приложили все усилия, чтобы так сказать, да. Кстати, еще похоже на букву С, а поскольку это Chromium, а он с буквы С начинается, то тут как бы может быть много отсылок. Я не знаю, есть ли они или нет здесь эти отсылки, но как бы может быть много. Вот. И в том числе, соответственно, предложили перевернуть на 180, похоже на Firefox. Особенно если перекрасить в рыжий цвет. Ну, я согласен. Единственное, мне нравится, знаешь, какая немножко метафоричность. Опять же, не знаю, закладывали или нет. Уверен, что закладывали. Из-за того, что это волна, типа хочется на серфе на ней ехать. Ну, конечно, да. И, соответственно, типа серфить с помощью браузера. Мяу. Это, слушай, не подумал. Это прикольно. Я не подумал, какой-то гений. Вот, я не знаю, они про это подумали или нет, но это прикольно. Они опопсовели этот браузер. Хоть, тем не менее, он все равно попсовый, потому что в каждой виндеон есть, а винда это популярная система. Но все равно они движутся к тому, что делают из вот старой какой-нибудь раздолбанной коляски, я не знаю, инвалидной, делают типа машину для каждого человека. Ну, вот, да. Да, что-то в этом духе. Сама статья о чем? Это гизмода, и ребята с гизмода увидели в негативном пространстве. То есть, вот в этом внутреннем завитке, в белом, что это сперматозоид. Так. Я здесь, я неправда не вижу ничего подобного. Ну, то есть, кроме штуки, бывают такие штуки, которые именно сделайте, чтобы я это развидел. Типа, один раз, когда ты это увидел, ты не можешь шум. Я вот здесь даже увидеть не могу, не то, что развидеть. Ну, допустим, если это, а в чем прикольно? Это прикольно, типа, или это антиприкольно? Ну, типа, ха-ха-ха-лол. Все, конец истории. В этом, в общем, вся статья. Я даже не столько саму статью хотел, а здесь сколько логотип. И вот даже ты увидел новую супер метафору. И мне кажется, если бы мы это все записали, было бы намного больше просмотров, чем у этой говно-статьи. Хотя у нее 319 тысяч просмотров. Вот именно, да. У меня уже 325 с половиной. Просто, понимаешь, не вижу сперматозоида. Вот, сори. Вот и я не вижу. Вот и я не вижу. Я понимаю, в смысле, я понимаю, где можно к этому, ну, типа. Я тоже понимаю. Но, блин, не похоже вообще. Хвостик не такой. Хвостик не такой. Можно насколько угодно. Да и шейка не такая. И она не симметрична. Короче, это странно. Короче, мы как знатоки сперматозоида в горюшке не видим. Вот, да. Переходим дальше. Да, давай. Новость с ШАЗУ про то, что Facebook представила новый логотип, отражающий компанию в целом. Интересно. Они, кстати, на сайте поменяли. Пока нет. Пока нет. В статье, кстати, написано, что в ближайшие недели все сделают. Я посмотрел на сайте, пока нет. Может быть, они это будут, как обычно, выкатывать там волнами через несколько недель и так далее. Но, в общем, да. Смотри. Во-первых, новый шрифт, он такой максимально вообще нейтральный. То есть, просто какой-то капсом написали и окей. Ну, и как бы он нетривиальный, еще не избитый. То есть, мне нравится. Это у меня с монитором что-то? Или у буквы А все-таки загибаются чуть-чуть? Чуть-чуть загибаются, да. Они чуть-чуть скруглены на микро, там, ноль каких-то там градусов. Там чуть-чуть есть скругление. У К тоже есть чуть-чуть скругление. Да-да-да-да-да. Здесь есть чуть-чуть скругление. У Е вот нету, а вот и у Ф. А вот у А и К у них есть, да, действительно. Вот. Они сделали не особо применчательным шрифтом, который больше подходит для документов, а для украшений дизайнеры добавили сменяющийся градиент, отражающий ряд продуктов компании. То есть саму соцсеть Фейсбук, Инстаграм и Ватсап. То есть мы видим, как он с синего переходит в радужно-красный, то есть в Инстаграм, а потом в зеленый, то есть в Ватсап. Мне показалось гениальным сделать один логотип на все продукты, чтобы он менял цвет и одинаково классно смотрелся со всеми вот этими тремя цветами, потому что реально создается впечатление инфраструктуры. это примерно как у Хабра было и у всех его проектов был примерно один логотип, и ты понимал, что ты на сайтах одной инфраструктуры. Вот так и здесь. Вот. И они это, соответственно, еще хотели так сделать, изменить от классического шрифта соцсети Фейсбук, чтобы не было именно соцсетью ассоциаций. Чтобы была ассоциация с компанией Фейсбук. Что не с продуктом, а с компанией. То есть они разделили продукты компании, я считаю, это очень правильно, потому что у компании намного менее плохой, так сказать, шлейф, чем у продукта. Ну, то есть Фейсбук как соцсеть много кто хейтит, а Фейсбук как компанию не так много. То есть они, мне кажется, это шаг в сторону того, что они вот как-то пытаются повернуться вспять и отмыть свое имя или что-то типа того. Вот. Поэтому я не знаю, в соцсети будет ли просто вот такое название, а в Ватсапе будет ли, ну, как бы и Ватсап, и зеленая надпись Фейсбук, или там в Инстаграме как. Вот. Но просто сам факт того, что вот в трех как бы цветах мне очень понравилось. Мне нравится тот факт, что они попытались унифицировать все свои три продукта в один логотип как-то и да. Мне кажется, это круто. А я могу сказать, ты хороший полицейский, а я немножко плохой. Причем я такой даже не столько полицейский, я уже следователь. Вот. Из-за дела расследований. Из-за того, что вот эти вот, как я увидел, немножко сгибающиеся, да и все видят сгибающиеся вот эти вот штучки у букв, это так, как будто вот Фейсбук, он всегда такой обтекаемый. Во-первых, он как ящеры обтекаемый, как владелец компании. А во-вторых, он именно такой с какой-то изюминкой внутри, причем не очень хороший. Именно так, как будто не просто, вот не по-простому, знаешь, Иреалом написали Фейсбук. А какой-то все равно свой какой-то шрифт у него есть. То есть, ты вроде как типа что-то недоговор, вот какой-то такой все равно вот, короче, склизкий Фейсбук. Я вот на него смотрю, тем не менее, вот вроде как делово написано. Но из-за вот этих вот скруглений, типа с изюминочкой, короче, такой. Вот мне это показалось. Ну да, но они же, ну хотя они тут сказали, что типа ну деловое хотели и так далее, но камон, мне все равно понравилось. Ну, может быть, может быть. Мне как бы похрен, если честно. Они настолько не, не как Эдж, не настолько непрорывное дерьмо сделали, а просто. Не сперматозоиды, я понял. Да, не сперматозоиды. Просто Фейсбук написали, ну ладно, круто. Хуже не сделали, по-моему, как мне кажется. Хуже точно не сделали. А потому что хуже некуда. Смешно, во-первых, хуже некуда. Сама концепция того, что они обезличили соцсеть и именно компанию, ну не знаю, мне почему-то запало в душу. Все, конец истории. Ну понятно. В общем, ты оценил маркетологический гениальный ход. Да, 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 да. Меня они прям продали. Не то, чтобы я буду пользоваться их продуктами, я из всех продуктов только в Инстаграм как-то изредка захожу. Хотя есть люди, с которыми в WhatsApp приходится общаться. Да, есть. Но как-то, да, это все позитивным опытом использования это, конечно, не назвать. Поэтому, да. Ну вот, конечно, да, согласен с тобой. А зато я могу назвать вам позитивный опыт использования. Это наш Патреон. Патреон.com. Слэш. Уэбдизайн. Я считаю это вообще, это лучшее, что придумывает человечество. Самое позитивное. Как способ поддержать ваших любимых продюсеров. Будь то продюсеры контента, подкастов, рисовальщики комиксов, какие-то дизайнеры, создатели open-source библиотек. Не важно. Патреон – это классная платформа с игрофикацией, с какими-то, я не знаю. Ну, короче, блин, здесь интересно поддерживать других людей. Мы, кстати, не исключение. Мы тоже поддерживаем других креаторов на Патреоне. Вот. Поэтому не то, что мы такие, значит, сидим на золоте лицемерное и как бы всех призываем подписаться, а сами, у самих рыльца в пушку. Не, не в пушку, в говне, как, собственно, и у вас будет, если подпишетесь. У нас есть, ну, цели, это когда мы какие-то общие большие цели объявляем и говорим, что если у нас будет вот столько-то в месяц, мы будем делать то-то. Вот. Также есть тиры. Это виды наград, которые вы выбираете. У нас сейчас, конечно, небольшое затишье по тирам, но мы как феникс расправим крылья. Да, это передбудет. Да, это передбудет стопудово. Мы действительно подвезем вам столько мерча, что вы еще охренеете. Увести не сможете это все. Вот. Поэтому ждите. Это правда, это должно быть круто. Мне прям самому интересно. Это, ну, мы же и себе, в конце концов, по одному возьмем. Так я надеюсь, не по одному. Ну, это я для них сказал, что по одному. Для них. Да, этих. Вот, да. Короче говоря, самое главное, что есть на Патреоне, это наш пришел. Это второй подкаст, который мы записываем перед первым подкастом. Да. И он по продолжительности скоро обгонит уже первый подкаст. Да. Он фреш, потому что он первый. Вот, да. Мы там фреш еще. Например, в предыдущем пришел мы обсуждали, какие суши и где покупать и как вообще. И так же Никита рассказывал, как он пересел на Mozilla Firefox. Мне, между прочим, уже пришел фидбэк, что люди покупают суши и кушают уже из-за пришоу. Вот, видишь, представляешь, мы насколько, как это, мейкеры. Мнение мейкеры. Манимейкеры мы в основном. И это тоже, да, да, да. Перед 213 выпуском мы обсуждали Джокера и вообще кинематограф в целом. Да. Я рассуждал о том, куда движется World of Warcraft. Никита меня тоже поднял. Диссижн-мейкер его. Вот, точно, Диссижн-мейкер. Короче, классно. Чуваки, пришел, это вообще, это жемчужина Патреона. Это, я не знаю, как, аметист. Да? Поэтому обязательно... А почему аметист? Потому что аметист фиолетовый и наш Патреон фиолетовый. Это не из потолка была взята метафора. Ё-моё. Вот, поэтому... Ты что-то уже как Эдж, экспериментозорник. Ну, в общем, patreon.com, ссылки в описании. Ссылки в описании. Спасибо вам огромное за поддержку. Если вы нас поддерживаете, мы продолжаем творить с тем же упорством и... Я не знаю, с тем же удовольствием. Нам даже не надо перезагружаться. Конечно, нам даже не надо душ принимать. Мы можем, не принимая душ, творить. Вы же не чувствуете, как мы пахнем. Вы просто слышите нас и все. У денег нет запаха, потому что... Отлично. Ну всё, последняя темка под занавес. Последняя темка, опять же, про деньги. Adobe XD теперь имеет специальный режим коллаборации. Коллаборативного изменения. Редактирования. Очень сложно с русским. Я, кстати говоря, посмотрел, ему там в комментариях что-то ещё и говорят, что плохо. Я видел, я видел, да. Он там говорил же, что он учтёт. Что-то как-то... Я читал, он вообще не пострадал, но чуваки придираются. Видимо, им бесит, что кто-то ещё может карму там себе набивать. Ой, да ты же хабар. Это самая пакетичная комьюнити в мире, поэтому я Косте не завидую, поэтому мы его поддерживаем всячески. Костя, ты крутой. Вот это всего твой перевод второй. И опять этих же двух девушек, Ким Флагерти и Кейт Морро. Я думал, какие-то старики. Я не заходил, если честно. Я тоже не заходил. Я тоже не знаю. Может, и старики. Двух особей женского пола. Видимо, тебе нравятся их статьи, действительно. Но ты крутой, не останавливайся. Вернёшься. Коллаборативный. Вернёмся к коллаборативному эдитингу. Вот, короче, в Adobe XD теперь можно. Что такое коллаборативное редактирование? Я расскажу вам спокойно. Adobe XD – это такая хреновина, в которой можно делать ваши различные графические дизайны, интерфейсов в основном. И используется она, собственно, графическими дизайнерами интерфейсов. Вообще, собственно, когда слышишь Adobe, сразу представляешь, что что-то визуальное будут делать с помощью этих инструментов. Вот, соответственно, Adobe XD – это он и есть. Если вдруг хотя бы чуть-чуть краем уха слышали об этом продукте, то я вот вам говорю, что теперь там можно как фигме… А вообще, на самом деле, если ты прямую отсылку сделаешь Google Doc'ом… Как в Google Doc'ах можешь, блин, открыть док? Ну, конечно, я тоже. Если вы меня спросили, как в двух словах объяснить, что такое коллаборатив эдитинг, я бы даже сказал Google Doc. Да, можешь прям вместе править. То есть, с чуваками сели в разных уголках мира, начали какой-нибудь один дизайнчик по какой-нибудь там новой страничке сделали, несколько дизайнеров вместе поработали. Может быть, какой-нибудь лид-чувак учит менее лидовских чуваков, менее профессиональных дизайнеров, куда какие элементы поставить. Все это они делают с помощью вот этого совместного редактирования, коллаборативного эдитинга. Ну, просто это, видишь, здесь еще всегда бывают киллер фичи фигмы. То есть, реально, ну, фигму внедряли только из-за того, что там была такая хрень. Теперь Adobe ответил. Теперь Adobe ответил, и, кстати говоря, мне понравилось, что здесь есть хистори. То есть, вы вместе редактируете, и ты можешь отдельно зайти на хистори и посмотреть, кто какие шаги делал. Если что, откатить на какой-то шаг. Причем хистори достаточно долго хранится, 30 дней. Ты можешь, на самом деле, достаточно весь проект проработать за 30 дней. Там, смотри, какой у них, конечно, объем, но можете вместе абсолютно откатываться на какие-то шаги. Это дополнительно, это как версионирование, по сути. То есть, у тебя есть где-то там в хистори, куда ты можешь откатиться, это не делать, это делать. Версионирование есть, конечно, да. Это оно. Вот, все это, естественно, переходит через продукт Creative Cloud от Adobe, того же самого. То есть, не проблема, это все работает. Там есть еще какие-то такие мелкие вещи, которые могут быть интересны пользователям Adobe XD, типа, там можно делать какие-то букмарки. Я постеснялся говорить русское слово «закладки», потому что каждый раз неправильно нас понимают. можно, что еще делать? Что-то вот я кроме просто обычного эдитинга, я вычитал для себя. Работают какие-то артборды, там можно делать. Ну, вот хистория мне понравилась, и я поэтому это выделил. Это они и в заголовке, собственно, выделили. Просто нет смысла делать коллаборативное редактирование без хистори. То есть, я бы это как бы в одно общее объединил, и это действительно круто, это очень круто. Да, и можно будет, как вот если знаете, может быть в Zeppelin, да и, я так понимаю, сейчас везде все вот такие инструменты стремятся, можно делать, шарить, то есть делиться вашим документом именно веб-ссылкой, чтобы чувак перешел сразу вот через веб в эту штуку. По идее-то вы, я так понимаю, Adobe XD, вы работаете все-таки в... В приложке, наверное. В приложке, да. Да, то есть ты в приложении находишься, но можешь сдать ссылку как бы через веб, зайти, видимо, он тебе, может быть, в приложке откроет. Я не знаю, как это работает, если честно, но... Да, это так работает, и, по-моему, конкретно это уже было. Нам просто Санька кидал именно редизайн нашего сайта уже в онлайновом Adobe XD. Ну, он вебе. Вот такое хреновое. Да. Он кидал в вебе, но дело не в вебе. То есть вот именно это уже было. Шаринг был, как в Zeppelin. Это круто. Ну вот. Еще и хитери есть, еще и по людям. Ну, короче, это очень круто. На самом деле я не сомневаюсь в Adobe, потому что они спокойно могут задавить своими продуктами любых фигмов и хренигмов. Для них это вообще не проблема. Они будут делать лучше, чем остальные. Я не знаю, насколько это лучше, чем фигмы, опять же. Но я понимаю, что Adobe, они по всем фронтам хреначат. Им, если как только что-то какие-то там появляются на горизонте, они свое такое сделают. Вот они в этом плане молодцы. Несмотря на то, что монополисты, к сожалению, из-за этого. Но тем не менее. Допустим, тот же скетч, я про него слышу, вроде как все круто, но, по-моему, он как-то уже начинает меньше использоваться, чем адобский продукт. Ну, слушай, чем адобский нет, но со скетча на фигму очень много кто перешел. Просто из-за мультиплатформенности. Скетч только Mac. А фигма тоже классная, тоже с упором на интерфейсы, но мультиплатформенная. Ну, собственно, фигма, она браузерная. А Adobe XD – это вот такая непонятная штука. То есть Adobe опоздали с вот таким коллаборативным редактором, с упором на интерфейсы. Но я думаю, что они порвут их всех. Просто мы с тобой как-то раз уже обсуждали, что у скетча уже кончаются инвестиции, и они не очень зарабатывают на своей модели вот этой, что надо просто 80 баксов отдать за приложку и все. Поэтому, в общем… А те это зарабатывают на подписки нормально. Да и у них просто, у них уже… Им инвесторы дают бабки априори. Им не надо уже доказывать, что они не верблюды, потому что это старая программа, и, возможно, у них уже даже и инвесторов нет. У них уже просто акции как бы там, ну, и так далее. Хотя вот Facebook, по-моему, буквально 3 года назад опять какие-то субсидии от инвесторов получил, поэтому, в общем, инвесторов много не бывает. А если есть, то хорошо. Да, у них, кстати говоря, есть еще, опять же, различные планы. Да что я все, закладки планы. В общем, у них есть подписка различная. Если ты платишь бабки, то, конечно же, ты используешь Adobe XD без проблем. Но если ты фри, используешь бесплатную модель подписки, то ты можешь только до апреля 2020-го использовать безлимитный доступ вот к этому, ко всему. И то, особенно учитывая Adobe, я думаю, это прям, это хорошо. Это они реально прям хотят взорвать рынок и забрать всех себе обратно. Да-да-да. Ну вот, короче, такая история. Такая история. Ну, слушай, интересная история. Я считаю, вообще хороший получился подкаст. Сами себя не похвалят. Никто, во-первых, не похвалит. И как-то стыдно вроде себя хвалить, но мне нравится. Мне все равно понравилось, что получилось. Мне тоже, мне тоже. И, возможно, будем продолжать. Если, правда, сейчас скажут, где JS? Нет JS. Да и... Но, господи, что нам только не говорили за наш опыт? Поэтому... Ну, нет JS и нет JS. Окей, что я могу вам сказать? Короче говоря, все круто. Давай обсуждать обойку. А потом в патронах обсуждим. Давай. Обойка урбанистически мегаполисная достаточно. Я здесь вижу на обойке какой-то город. Не буду даже предполагать пока какой. Наверное, тут можно по бокам спалить. Я так понимаю, что это какой-то Китай, потому что, во-первых, переднее здание слева с какими-то орнаментами немножко китайскими, восточными. Может быть, ошибаюсь, но выглядит как какой-то китайский город. Вдалеке скайскрейперы, так называемые небоскребы. Вот. А спереди какой-то такой другой немножко райончик. Более олдскульный, что ли. Я не знаю. И с маленькими домиками. Одноэтажной Америкой практически. Что-то как будто какой-то Китай. Вот. И где наш подкаст, мне кажется, блин, не хочется быть банальным, вот как всегда. Вот как всегда не хочется быть банальным. Ну, я скажу. Я скажу банально, а ты будешь выворачиваться, раз ты мне первое дал. Это как белые в шахматах. Они первые ходят, побеждают сразу. Наш подкаст, это вот там, если увидите, в том районе, где небоскребы, там еще есть такой очень сильный свет, падает в середине прям. И это, скорее всего, какой-то стадион. Да, мне тоже кажется, это стадион, конечно. Вот. Я думаю, что стадион – это наш подкаст. Как бы все патроны, которые живут в крутых домах, и все обычные чуваки, которые живут в домах попроще, все приходят на этот стадион, вместе сидят, вместе болеют за какую-то общую команду города, например, то есть за наш подкаст. Все получают одинаковые эмоции, все обсуждают на работах, там, где они работают по 7 дней в день. Вот, значит, ну так как это Китай, да. То, короче, там все это говорят, и болеют за своих, и, короче, балдеют от своей команды. Может быть, своя команда не всегда побеждает, может быть, не всегда она берет интервью у Дэна Абрамова в Сан-Франциско, но, тем не менее, это своя команда, конечно, да-да. Это своя команда, которая делает какие-то успехи, и кто-то, каждого знают в лицо, поэтому вот это наш подкаст. Круто, мне понравилось. Смотри, у меня было несколько вариантов, но я выбрал, во-первых, один, а во-вторых, обратите внимание, на переднем плане вот это вот оранжевое здание, и там такие фигуры, у которых светильники в руках, или что мне биошок сильно напомню. Да, 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 ну как-то, слушай, монументально. Вообще очень монументально, вот, и у юзера, который это запустил, зовут Вен Ганг Джай, то есть, видимо, да, это что-то азиатское, но геопозиции нет, то есть мы не можем только догадываться о том, где это. Вот, смотри, вот, фокусируйся на стадионе и иди от него вправо, видишь, вывеска Hotel Room или Hotel Rent или что-то типа Hotel. Да, 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 да. Там красный логотип и синяя вывеска. Вот, вот, это отель. И мне он напоминает отель из какого-то из Джеймса в Бондов с Дэниелом Крейгом, где он сражался с чуваком, который там стрелял сквозь это, и там именно только его силуэт был, когда он там именно... Блин, это же в какой-то части было, что-то типа Спектра, мне кажется... Нет, 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 это в Скайфолле, в Скайфолле, я Скайфолл тысячу раз смотрел, это было там, по-моему. Подожди, точно не в Спектре? Ты вспомнил. Точно. У меня в Спектре даже нет, по-моему, на Blu-ray, а я это смотрел именно из дома. Ты уверен, вот уверен, потому что, знаешь, в Скайфолле там начало-то такое, что с этим чуваком они бегут в какой-то хрени и постой в поезде. В Турции они сначала бегут. Да, да, по Турции они едут. Потом он его направляет в Шанхай, где он выходит на Патриса и убивает его. Да, я уверен, что это в Скайфолле было. Так нет, его же... Его там и скидывают на поезде, подстреливают в Скайфолле. Нет, его-то да, Джеймса Бонда. А он потом находит этого чувака, который от него убежал в Турции и убивает его уже в Шанхай. Возможно, это и есть Шанхай, кстати. Кстати, да. И тогда, возможно, в этом же отеле снимали. Тогда я вообще супергений. Тогда слишком, слишком. Пишите в комментариях, если это так, если вы узнали Шанхай. Вот. Ну, я, кстати, допускаю, что кто-то был. И вот это здание, которое слева от стадиона, у которого подсветка такая в форме каких-то кубических геометрических фигур квадратных. Возможно, это что-то знаковое. И как бы, ну, все знают, что от Шанхая одни мы с тобой тут тупим вдвоем. Я тебе больше скажу, чувак сам фотограф из Сингапура, если что. Я не знаю, может быть, он просто в Китае, но тем не менее. Да, может быть. Ну, так вот. Короче говоря, наш подкаст – это номер в этом отеле, в котором какой-то Дэниел Крейг, он не сражается уже, а он именно просто расслабляется. Он смотрит на город. У него такой оранжевый приглушенный свет, как я люблю, с желта. И он как бы просто в халате весь принял душ и смотрит на вот это все. То есть вот это наш подкаст. Это то место, где вы можете уединиться, принять душ, как мы уже обсуждали в нашей теме, в центральной, так скажем, про UX и про то, как перезагрузиться. Что-то выпить, что-то посмотреть, залипнуть на город и после этого начать дальше творить и так далее. Я считаю, наш подкаст – это и есть то, что вам поможет вот так перезагрузиться, как примерно номер в этом отеле на каком-нибудь предпоследнем этаже. Блин, мы уже скоро друг друга будем обскакивать в закатных этих придумках. Затем мы здесь и сидим, чтобы вот в закатной придумке это все скатилось в итоге. Ида. Согласен. Весь подкаст – одна большая закатная придумка. Назовешься этим патроном? А то что-то я прям не стал говорить. Я бы, да, но у меня не Зойдина, к сожалению, опять сейчас будет. А, а у тебя не верифай на девайс, я понял. Давай, давай, если у тебя близко, то давай. У меня близко, ладно, я сделаю. Давай. Менеджер. Хочешь, я тебе… Ты скрин мне скинь в Телеграме, я буду читать. Смешно. Так, новейбер 2019. То есть мы пока сейчас, я скажу предварительно, что мы благодарим на самом деле каждый подкаст патронов, которые нам заносят. И, в общем, абсолютно с радостью, с гордостью, без всякого этого говорим о них, называемых именах. Плохо, мало, потому что двое наших 20-долларовых патронов либо не оплатили, либо отменили оплату. Тут как бы одно из одного. Мы будем думать, что они просто заняты чем-то. Ну да, но мы их пока назовем. Пока еще не установлены, так сказать, мы их назовем. Во-первых, 40-долларовый Макс. Макс, спасибо тебе огромное. Макс. Ты вообще крутой. Ты вот не это… Ты вот Макс. Не отменял ничего, да. 20-долларовый Константин Гончаров, Олег Цепиш, Иван Мерзавцев и Никита Ларк. И двое предположительно отменивших. Это Антон Шувалов и Ярослав Мудрый. Надеюсь, не отменивших. Вот. Потом пошли 10-долларовые. Михаил Палмер, Дмитрий Горбач, Графа Балмасов, Дмитрий Казарцев, Кеша Пуделев, Ануар Благимбаев, Алекс Яценко. И БДС. БДС оступился и в этот раз отменил. Я не знаю, может быть, это ошибка, может быть, что-то. Но вот пока деклайант. И 5-долларовые. Титус, Паша ОАМ, Антон Потапенко, Трофим, Геннадий Хатавицкий, Нан, Алекс Ефремо, Петр Гаврилов, Алекс Нью Бостон, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Миша Хохлов, Явеб, Антон Заболоцких, Тёма Фарт, Илья Смагин, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. Сэм Белов в этот раз отступился. Я думаю, может быть, с ним что-то произошло. В общем, этот наш дорогой патрон уже очень давно, поэтому, не знаю, посмотрим, как так получилось. Вот. И также безнаградный Рома Фролов и Владимир Анохин тоже нам по пятерику заносят. Поэтому, чуваки, вам всем спасибо. Каждому спасибо одинаково. Кроме Макса. Ему отдельно спасибо. Остальным все одинаково. Спасибо. Вот. Я считаю, можем сворачиваться. Увидимся через неделю. Это был 215-й выпуск. Любите друг друга, любите наш подкаст и заходите на наш сабреддит reddit.com slash r slash uwebdesign Услышимся. Давайте, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова